У нас сегодня тестовый такой формат в качестве скрин лайфа, сейчас я тут открою фотобудку Ага, вот она, привет, привет, вот это я, я появился Конечно, качество, да, не найс, сейчас будем, будем сейчас чинить Так, сейчас мы включим нашу камеру Будем вместе, я сейчас пока параллельно расскажу, чем вообще мы занимаемся Как ты помнишь, я рассказывал об этом совсем недавно, в своем последнем видео о том, что я для себя пытаюсь вести максимально открытую жизнь И, о, на мой взгляд, намного лучше И этот формат скрин лайфа, мне кажется, будет очень даже неплохим Мне часто жалуются на то, что я там что-то рассказываю, а картинок нет Сейчас я подвинусь, чтобы была камера, ой, в смысле, камера Как ее зовут? Молния, да, в кадре Мне периодически жалуются, что я, мол, рассказываю какие-то интересные вещи А какого-то вот, какой-то картинки, которая бы рассказывала бы, да, как-то проявляла бы мое повествование, делала бы его интереснее Не хватает И вот сегодня я попробовал сделать такой скрин лайф формат Он вполне вклинивается, вписывается, я бы сказал, вклинивается, не совсем правильное слово Отлично вписывается в мою концепцию жизни Я уже рассказывал о том, что для меня сейчас важно быть максимально открытым Во-первых, я это делаю не то, чтобы тебе что-то открыть большее, чем я, ну, то есть это не какой-то эмоциональный стриптиз Это скорее для себя возможность посмотреть на себя со стороны, посмотреть на свои привычки, посмотреть на свой образ жизни Посмотреть на себя, да, и поэтому я через эти видео узнаю сам себя Мне надоело играть в какие-то вот эти, в какие-то маски, в какие-то постоянные поиски себя Для того, чтобы узнать, кто я есть, надо на себя посмотреть Вот, собственно, я этим и занимаюсь, да Мы часто, ну, я буду опять-таки за себя говорить, да Я часто думаю о себе что-то одно, а потом начинаю смотреть на цифры какие-то, да Самый яркий пример будет сейчас, это Яндекс.Музыка, да, мое приложение музыкальное Когда я, ну, в общем, каждый год, когда я нахожу итоги года в Яндекс.Музыке Я с каким-то невероятным шоком узнаю, какие песни я слушал в течение этого года Насколько они, ну, то есть, я думал, что условно у меня есть какая-то песня, под которую я люблю, там, не знаю, прикалываться, да Типа, там, не знаю, Татьяна Овсенко, набери мой номер, да И в прошлом году, не в 21-м, а в 20-м, когда вышли итоги... Нет, получается, в 21-м году, наверное, когда вышли итоги 20-го года Я увидел у себя на первом месте эту композицию То есть, я для себя думал, что я эту песню не слушаю Ну, то есть, я над ней, типа, стебусь, она мне, типа, делает настроение Я, типа, такой, ну, приколист, ха-ха-ха, да А оказалось, по факту, что я эту песню, ну, то есть, она мой саундтрек жизни, да И я могу там хоть 500 раз людям другим говорить про то, что нет, это просто я слушаю ее, потому что я прикалываюсь Это не та музыка, которую я люблю Но по факту, это та музыка, которую я слушаю Это тот трек, который занимает первое место в моем плейлисте, там, за год В результатах, я могу к этому относиться, я могу себя оправдывать, я могу относиться к этому как угодно Да, но факт остается фактом И когда ты смотришь вот на эти цифры, на реальную статистику Ты понимаешь вообще, кем ты являешься на самом деле Оно немножко тебе открывает глаза И с точки зрения Поэтому вот этот скрин лайф, это такая возможность посмотреть на себя со стороны Ничего не монтируя, ничего не делая И тема нашего видоса как раз-таки максимально с этим связана Я сейчас хочу сказать, что я уже говорил об этом, что Когда я не снимал видосы, а ходил просто на работу Я максимально как-то красиво наряжался Сублимируя свое желание находиться в кадре в офисе Сейчас, когда я снимаю видосы, вот у меня какая-то непонятная прическа Непонятный какой-то камералук И вот это вот все Я, кстати, думаю, может быть мне сделать картинку покреативнее Сейчас у меня вот есть такая еще штучка Я сейчас ее надену и посмотрим, получится ли лучше или нет Вот, она немножко расширяет пространство Она так немножко, да, делает больше Тут, правда, становится видно сразу, ну вот этот вот То, что потолок какой-то, да, типа вот этот вот вся Тут постельное белье сразу видно там, да, какое-то Ну, то есть, посмотрим, да Ну, можем попробовать и так тоже Я, конечно, сейчас хочется мне прям прийти в кадре Сразу хочется навести порядок как для гостей, да Вот немножечко вот убрать вот это вот леопердовое покрывальце там, да Вот это вот куда-нибудь убрать там, где типа этого не видно Оставить супер бумбокс винтажненький, да Который будет типа делать муд, да Вот это вот тоже здесь постельное белье, вот его видно Я вот его так приподниму, все равно видно, да Сейчас я еще подвину Ага Ну, все равно видно, да Сейчас мы уберем его вообще Опа Что, стало лучше, нет? Ага, все равно попадает Ну, сейчас секундочку еще сделаем, да Чтобы вы понимали, как я это делаю, когда я хочу понравиться и угодить, да А что есть на самом деле? На самом деле есть вот это Да что ж такое? Что ж оно не все не прячется, это постельное белье Как же его развернуть, чтобы его не было видно Уже до половины постели здесь Сейчас, секундочку Все-таки я доделаю этот момент Раз уж взялся, да Все это не так просто снимать видосы, как оказалось Ну, вот Ну, вот Хорошо Да? Приветик Ну, что ж, с почином Да, я периодически буду заходить в QuickTime проверять Может, оно уже и не пишет Сейчас вот, например, я тоже это сделаю Сейчас мы посмотрим, записывает оно Все еще записывает Хорошо Потому что я не вижу, где эта кнопочка, которая показывает, идет запись или нет Будем сегодня вместе блуждать по моему рабочему столу Я буду рассказывать о своих воспоминаниях И вместе по Finder мы ему будем разбираться Да? О чем хотел рассказать? Тема, собственно, в заголовке И я вообще не собирался про это рассказывать Но сейчас вот вернулся как раз-таки с этой самой съемки И готовил еду И думаю, блин, ну это же классная история Мне сначала просто казалось, что я не, ну, как бы Ну, типа, делиться ей я не могу Я не готов Вот это вот все, да Но потом по факту, когда ты понимаешь, что произошла Ну, вот Что ты можешь рассказать, как ты это чувствуешь здесь и сейчас Да? А потом через время посмотреть на свои результаты И вот прошла съемка, да Я, кстати, хочу сказать, что я вот так хожу по дому Я вот начинал про это рассказывать Что я хожу так по дому Я ничего не надевал специально для этого эфира Я как-то приехал Мне хотелось что-то просто дома было достаточно холодновато почему-то И я хотел как-то согреться Но при этом хотел, чтобы и тело дышало Вот выбрал такую флисовую кофту свою В ней ездил на лыжи И вот с тех пор она у меня как-то Как такой домашний халат, не халат, в общем, да И мне показалось Кстати, вот смотрите, видите тут Я не знаю, видно, куда я мышкой тыкаю или нет Я вижу свою мышку вот ровно вот здесь вот Вот здесь вот в этом рядочке Это вот фоточки, которые я последние делал вот в этом приложении фотобудка Как-то они там какие-то все неловкие эти фоточки Но они, кстати, в тему нашего, в тему нашей беседы Это вот, да, принятие себя, своего тела Вот это вот все, да О, пошли другие Короче, сейчас мы тут наделаем Хотя уже наделаем, да, сейчас мы тут Наделаем одну фотку Вторую А, вот оно вот так это показывает, да, ну окей Да, это все Что там у нас получилось Ну, не очень получилось Так А как вернуться теперь обратно Вот Хорошо Так, я каждый раз переживаю, когда что-то происходит Не остановилась ли съемка, так что я сейчас проверю Да? Нет, все в порядке В общем Перед тем, как начать рассказывать про вот эту мою new фотосессию Я вообще расскажу, как я к ней пришел И почему я захотел ее сделать И что мне было от нее нужно Вы поняли уже, что, да, можно себе налить чаечек Приготовить себе какое-то кушание Я вот себе, как обычно, сделал гранатик вечерний и кофе Не знаю, там, полезно кофе, не полезно Я еще настолько глубоко не уходил в ЗОЖ Но пока пью Очень хотел кофе и себе сделал Так вот Откуда вообще желание делать new съемки Мужчине 34 года, да, в 34 Вот эта вся история про принятие себя Про вообще про желание как-то показывать свое тело Как минимум в первую очередь для себя, да, там перед кем-то позировать Вообще мне кажется Я сейчас буду рассуждать с тобой как с другом своим Мне кажется, вообще в какой-то степени Это определенного рода Есть в этом какой-то экспедиционизм Но Ну, мне кажется, что это абсолютно Ну, то есть это всегда со мной было Во-первых, я хочу сказать, что я себя не испытываю Во-первых, не чувствую себя экспедиционистом Да, в моей системе ценностей экспедиционизм это что-то другое Что для меня экспедиционизм, давайте поговорим Чтобы сразу, да, определиться в понятиях Это когда ты Для тебя полная необходимость В любое свободное время ходить без одежды, да Для меня, наверное, так Ну, то есть, понятное дело, что не Ну, типа не круглосуточно, там, да И не на работу, там Или там страдать от того, что ты носишь Одежду, нет Это, ну, какой-то образ жизни, да Когда ты в своем личном пространстве Можешь позволить себе ходить как угодно Но Почему-то с детства И когда я слышал это слово И вообще, в принципе, в моей культуре восприятия Воспитывалось это все как Воспринималось, точнее, это все как Ну Как какой-то Вот для экзибиционистов Пляж есть Ну, то есть Это всегда звучало как будто вот Как какая-то другая ориентация, да И То есть непонятно, хорошо это или плохо Ну, то есть вроде на него можно ходить Или не нужно на него ходить Или кто на него ходит Что там происходит на этих пляжах В общем, в общем, какая-то странная история Плюс Поэтому Поэтому Когда я был маленьким Я не могу сказать, что у меня было какое-то желание Раздеваться Хотя 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 Вообще, мне кажется, это не относится к теме нашего разговора Но Мы недавно что-то с коллегами ездили И что-то обсуждали сына коллеги И Что-то там Кто-то кому-то там где-то Не сын, а У него там где-то При каких-то обстоятельствах Кто-то кому-то там показывал письку Где-то там В саду или где-то там И я помню, что Мне рассказывали о том, что я Во-первых, мне моя одноклассница С которой мы проучились Ну Я несколько школ менял Значит, со второго класса Мы с ней учились По пятый Или по шестой А потом я в десятом-одиннадцатом Месте с ней учился И она мне Когда я был малой Постоянно всем одноклассникам рассказывала Пыталась меня Пристыдить Что А вот он Показывал мне письку свою В садике Мы с ней вместе в садике были И я типа, мол Постоянно девочкам их показывал Ну Как бы Действительно Такое было Вот Не могу сказать, что это было Типа там У всех мальчиков Все мальчики так делали Вот Не помню Я такого, что прям Все мальчики это делали Ну вот Я это делал Вот И я понимал, что в этом есть Какой-то элемент сексуальности Ну вот Насколько это дети понимают Понимал, что это как бы Типа не совсем Ну то есть Типа Ну типа А вот тебе Покажу я А потом спря Ну знаешь Какая-то была история Про Покажу Что-то стесняюсь Ну в общем Какое-то Понятие того, что это про мальчик И про девочку Типа Вот у меня есть пися А у тебя вот другая пися Что-то вот в этом было все Какое-то Был какой-то такой пунктик Но в принципе Когда началась школа Все вот эти детские штуковины Плюс мне еще постоянно Это вспоминали Как-то Не могу сказать Что вот У меня было желание Когда я там Условно был на каких-то пляжах Маленькие там Да Стремиться снимать эти плавки Или стремиться Голым купаться Ну то есть До какого-то возраста Мне кажется Что До совершеннолетия Я вообще Эту вот эту тему Вот у меня Там типа Я просто жил В семером В трехкомнатной квартире И до там До 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 тринадцати лет Или до двенадцати И поэтому Как-то там Речи про какое-то Вот личное пространство Где можно там Походить Да и в принципе Такой мысли не было Да Да и Ну в общем Как-то Как-то Я один раз был На таком пляже Когда мне было лет Восемнадцать С друзьями Я был В Крым В Крым Когда я ездил Мы заходили На этот пляж Ну что-то Как-то мне там Не понравилось Не атмосфера Было такое ощущение Что туда пришли Знакомиться люди А не загорать Ну то есть Это не было похоже На образ жизни Что типа Мол мне нравится Скорее был какой-то съем Ну типа Вот у меня вот такое А у тебя вот такое Может быть Мы сейчас вместе Куда-нибудь Неподалеку За камнем Там зайдем Ну то есть Может быть Это было не так Но в моем Внутреннем Восприятии Этой поездки Вот на этот пляж Это было именно так Мне это не понравилось И как-то я себя С этим не соотносил И по-моему Даже не снимал Плавки на этом пляже Мне показалось Что все на меня смотрят Все хотят увидеть Что там у меня Вот И как-то у меня От того что все хотят Это видеть Как-то мне наоборот Это Как-то сковывало И Вот Плюс Но Но При этом Вот я говорил Что я жил До 12 лет Да В семеро Периодически В шестером Там да В трехкомнатной Когда я переехал Жить с мамой С отчим У меня была своя комната Два там Или три года Ну там что-то такое Мы пожили Вместе Может два с половиной У меня была своя комната И в этой комнате Были окна Ну обычные окна Ничего Вот как у меня дома Вот сейчас я покажу Да Вот обычные окна Ну то есть Не в пол Да И Я как-то все время Когда Ну вообще Приходил домой Мы жили на четвертом этаже Никогда не видел Никакой необходимости В том чтобы их завешивать Ну то есть Соседний дом Здесь если например У меня в этих окнах Общежитие Так что я вижу Все что происходит В коридоре Там наверное Они тоже Видят что у меня Происходит Ну я буквально Может быть один раз Замечал Что мне кто-то Кто-то помахал Ну то есть Вот я четыре года Здесь живу Никто мне не махал И как-то Никто не обращал Внимание Хотя я здесь Периодически дома Ну уже когда живу Один самостоятельно Могу себе позволить С утра встать Голым И пройтись на кухню Там Иногда могу целый день Так походить Но это скорее Скорее Исключение Нежели правило И У меня было окно У меня было окно В комнате И Был четвертый этаж И соседний дом Был достаточно далеко И не было там Видно что в этих окнах Происходит Точно так же Как и здесь Но Каждый вечер Приходил отчим Домой И говорил о том Что А какого Типа Зашторю окна Все смотрят Что-то там Там тебя видно Как ты ходишь И я думаю И это было каждый день Я каждый день Этого не понимал Каждый день Их не зашторивал Он каждый день Приходил и говорит Зашторивай Зашторивай эти окна Вот Наверное Именно вот эта Зашторь Воспитала во мне То что я не хочу Ничего зашторивать Во-первых Мне это не мешало Во-вторых Если бы я чувствовал Что на меня кто-то смотрит Или Я могу что-то Или я веду Какой-то образ жизни Который Ну по сути Что может быть У мальчика 12-летнего В комнате Того Что не должны Другие люди видеть Я мог там заниматься Физкультурой какой-то Мог делать уроки В принципе Меня вообще Мало было дома Ну то есть Правда Я даже не знаю Что там Можно было увидеть Ну то есть Понятное дело Что какими-то Непотребствами Я занимался Но когда я занимался Непотребствами Я понимал Что меня никто В этот момент Не видит Ну мы же Честно разговариваем Правильно Поэтому Какое-то желание Открыть эти окна Я вот на эту тему Хотел сказать Что я был в Таллине Пару лет назад На Новый год Я был впервые В жизни в Таллине Это Эстония Да И я уж не знаю Так во всей Европе Не во всей Но я это видел Именно в Таллине Что там есть Там распространены Такие двухэтажные домики Они Ну то есть Они как дома Вот У нас вот советские Я имею ввиду В том плане Что они Это большие дома Не дома Которые построены Вот типа там Загородные Да Это такие городского типа Дома Большие Обычные дома Но они двухэтажные В основном У нас есть Четырехэтажные Я видел в Минске Дома А там Самые минимальные А там вот Двухэтажные дома И там буквально По-моему То ли четыре квартиры Всего на эти Два дома То есть Здесь просторные Квартиры такие И И там Везде Окна в пол И Во-первых Это очень красиво Во-вторых Но Это очень Непривычно Я окна в пол Видел только В загородных Каких-то домах Там Да Где у тебя Своя территория Где на тебя Никто не смотрит Да А тут у тебя Получается Двухэтажный дом И Ну то есть И улица Да И окна в пол И то есть И все эти окна Не завешиваются Вообще И Мне это так понравилось Я думаю Блин Это такая какая-то Свобода Независимость Какая-то Вот от этого Частного мнения Как будто Как будто У меня дома Что-то происходит То Чего не происходит У кого-то другого Понятное дело Что тут Ну типа Я не говорю Про то что Нужно трахаться Перед этими окнами И всем показывать Так как все Люди на свете Трахаются Да Я говорю Я говорю о том Что Ну как бы Просто ходить У себя По дому На хрена Тогда Эти дома Строят Строят Эти окна Если ты В своем Личном доме Не можешь Этими окнами Воспользоваться Да Я думаю Что те Кто покупали Наверное Квартиры На В тех домах Там Где Сначала Не было Таких Соседних домов А потом Они появились Наверное Расстраиваются Конечно Той ситуации Что так происходит Но Что ты вроде Как покупал Себе квартиру Чтобы Там ходить Спокойно И да И чувствовать себя комфортно А по факту Если там Пристраиваешь Что-нибудь рядом И ты начинаешь Об этом запариваться Но Я понимаю Например Что в общежитии На меня могут Смотреть люди Да И наверное В каком-то Образе В каком-то Роде Это можно Назвать Наверное Каким-то Экземизмом Для меня Это Свобода Моего Личного Перемещения Я никаких Как это Называется Перформансов Специально Для Вот этих Людей Не устраиваю То есть Я живу Свою Частную Жизнь Да И получилось Так Что Ну Кто-то Может Стать Ее Свидетелем И опять Таки Да Ну Все мы Всегда Можем Стать Свидетелями Чего-то Но при этом Всю жизнь Жить в опаске Что на меня Кто-то Посмотрит Что-то Там Увидит Да Это Мне Не подходит Поэтому Наверное Я все-таки Не считаю Себя Экспедиционистом Потому что Для меня Это Немножко Про другое Это Когда ты Наверное Любишь Внимание К своему Телу Потому что Для меня Важно Самому Себе Нравится Но при этом Мне не хочется Испытывать Вот это Что на меня Смотрит В этот момент Когда ты Ходишь По улице Ты Всегда Испытываешь Какой-то Дискомфорт Когда кто-то Тебя Изучает Ну Я за себя Говорю Когда Конечно Если тебе нравится Той человек Который Тебя Изучает Ты понимаешь Что это Изучение Не в контексте Что за Фрик А какой-то Такой Интерес То да Но В общем Я как-то Очень сильно Углубился В эту тему Но Почему Я все это Обрисовываю Здесь важно Все-таки Для меня самого Это же мой блог Поэтому Мне хочется Разобраться Для себя Что это Такое Откуда Корни пошли И я сейчас Вот вместе С тобой Сейчас Про это Говорю И разговариваю И для себя Определяюсь Так вот Эти классные Окна Большие Вот это Все супер Но Я все-таки Не исключаю Что Может быть Вот Отсутствие Экзибиционизма Который я называю В моем понимании Обусловлено И тем Что Я уже рассказывал Об этом В прошлом видео О том Моя Пара В которых В отношениях Которых я был Более 11 лет назад Это было Там Было давно И бельем Поросло Но Мне Было озвучено О том Что у меня Там Типа Маленький член И Ну как бы Это Типа Условно Там Все классно Но Вот Это вопрос И В общем Из-за этого Мы Расстаемся Конечно Для меня Это было Ну то есть Это навсегда Во мне поселило Не знаю Навсегда Не навсегда Но Это поселило Во мне Огромный комплекс Того что Настолько комплекс Что Я не знаю Вот кто меня смотрит Сейчас парень Или девушка Или может быть Пара Или Или пара девушек Или пара парней Да Комплекс этот Дошел до того Что Когда я начинал Ходить В какой-то Бассейн Или 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 в сауну Там Да Вот после После спортзала У меня там В тренажерке Была сауна Например И бассейн Я когда туда заходил Это все время Было вот это вот Снял трусы Срочно Обмотался этим Полотенцем Срочно Никто Чтобы не увидел Никто Что Стыдно Стыдно И когда Я не знаю Есть такое Есть такие картинки Типа Вот Типа Ну типа Сравнение Там типа Мужская и женская баня Или по-моему Мужская баня Дети Ну типа Подростки И взрослые мужчины И там Где подростки Все вот так Вот так же Что-то там Что-то натянули Что-то из-под Полотенца Вот это Белье Вот эти трусы Надели Или там Плавки переодели А типа Уже мужики Там стоят Спокойно Разговаривают Там все Без этих полотенец И Для меня Это всегда была История Про Про комплекс Именно того Что кто-то увидит Что у меня Этот маленький член И тут С другой стороны Да пиздык Там кто что увидит Даже если он Реально маленький Ну как бы Ну хорошо Увидели И что Ну молва По городу пойдет Или что Произойдет Ну увидят Ну Я пойду Попарюсь И уйду И потом вернусь С этими людьми Спать Или 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 они Ну я говорю Или молва По городу пойдет У Ульянова Там Да Ну такая вот История Но тем не менее Тем не менее Это был Невероятно Огромный Комплекс Который я Не мог В себе Перебороть Но При этом При этом Я чувствовал Всегда Протру Вот эти Все сальные места Секунду Одну секунду Я не прекращаю Рассказывать Поэтому История про то Что В какой-то момент Когда я понял Что я Молод И красив Ну Как бы это Не звучало Бо сейчас Да При всех Моих комплексах Я понимал Что я Ну я себе нравлюсь Ну Блин I'm sorry Если я сейчас Кого-то Оскорбил Или Если я Сейчас Для кого-то Показался Каким-то Напыщенным Этим Нарциссом Или еще что-то Ну я сейчас Я для этого Записываю это видео Чтобы в том числе И самостоятельно Разобраться Я понимал Что у меня там Ну Я молодой И красивый Ну сука Ну что Что взять Ну то есть У меня есть прыщи Да Которые я там Конечно же Подретуширую В фотошопе Потому что Я сам веб-дизайнер Я могу этим всем Заниматься У меня там Может быть Мускулы Не такие Как бы мне хотелось Но я их Либо могу Просто ракурс Какой-то Стать И это будет Красиво Для меня Красиво Опять-таки Да Я же В первую очередь Для себя Это делаю Во-вторых Либо там Опять-таки Каким-то В фотошопе Там все это Сделать себе Всегда это Можно было Сделать Да И Вроде По-моему Блестей стало Меньше И Мне хотелось Мне хотелось Всегда Сделать Какую-то Съемку И Вот это Вот Вместе В комплексе Вот эта Вот история Про комплекс Того Что у тебя Маленький член И при этом Ты К себе Испытываешь Ну я имею ввиду Ты хочешь Сделать Вот эту Сексуальную Какую-то Съемку Посмотреть На себя Со стороны На свое Тело Вот это Было Всегда Моим Каким-то Огромным Вот этим Камнем Преткновения Вот эти Два Момента Они друг С другом Не дружили Ну то есть И И мне вот Сложно сказать Ну то есть Я сейчас Такую расскажу Историю Наверное Первая Такая Съемка У меня Произошла Когда мне Было Лет Девятнадцать У меня Была группа У меня С подругой Была группа Называлась Она Зарисовки И даже Сейчас Можно найти Что-то Из этого В сети Вот Из этих Треков Сейчас Мне нравится Как Потолок Стал Дугой Такой Мне Теперь Нравится В общем Можно найти И Мы Значит Я Как Маркетолог Уже Тогда Понимал Что Нам Нужна Фотосессия Это Должно Быть Что-то Я Тогда Любил Группу Ничья И Мне Хотелось У них Такие Болепатажные Снимки Такие Голые То есть Вроде Голые При этом Ничего Не Видно Да Такие Вот Отношения Мужские Женские И Вот У меня В контексте Этой Группы Моей Группы Хотелось Тоже Сделать Что-то Вот Такое же Плюс Вот Это Осознание Я Прошу Прощения Проверяю Записывает Да Все записывает Так Вот Насколько Да Что Ходить Вот Как раз Таки Пришел Этот Момент Когда Я могу Поехать Ну Я Сейчас Дорасскажу И Буду Параллельно Показывать Короче Говоря Я прошу Прощения Перед Моими Родственниками Да Что Что Мне Приходится Это Озвучивать Публично У Тебя Ты Хочешь Быть Артистом Но У тебя Условно Одни Джинсы И Одна Рубашка Да Которая Одна Рубашка Ты Ее Уже Носишь Три Года И Одни Джинсы И У тебя И На Вырост И Не На Вырост И Вот Это Вот Все Да 15 лет Господи Сейчас Мне 34 15 лет Назад Правильно Так Вот 15 лет Назад Не Было В Беларуси Зары Не Было Дешевой Одежды И Даже Если Б Она И Была Я Все Рано Себе На Том Уровне Не Мог Себе Позволить Никакую Ни Зару И Ничего Подобного Поэтому Когда Я Когда Дошла Тема До Того Чтобы Нужно Делать Первую Фотосессию Я Конечно Понял Что Одежды Нет И Что Можно Сделать Обнаженку Да Ну То То Я Сейчас Не Могу Сказать Это Было Потому Что Я Хотел Раздеваться Или Потому Что Я Действительно Головой Понимал Что Я Своими Вещами Это Сейчас Тренд На То Что Вот У Тебя Есть Одни Джинсы Сейчас Тренд На То Что Вот В Этих Джинсах Пойди Снимись Это Правда Это Твоя Реальная Жизнь Это Окей На Тот Момент Тренды Были Совсем Другие Вот И Я Не Уверен Был На Тот Момент Что Я Был Готов Их Задавать Своим Примером И Поэтому Мне Казалось Самая Оптимальная История Это Раздеться И Тогда Тело Не Скажет Есть У тебя Деньги Или Нет Можно Стать На Фоне Белой Стены Да И Мы Становились На Фоне Светлых Обоев Там Был Узорчик Мы Потом Размывали Чтобы Казалось Что Стена Просто Нейтральная И Пытались Вот Делать Какие-то Фотосессии В Стиле В Стиле Ну Чтобы Это Было Не Не Казалось Дешево Да И Вот Я Сейчас Покажу Что Что У Нас Получалось Первые Первые Мои То Я Говорю Я До Сих Пор Не Знаю Это Я Пытался Оправдать Свою Свою Эксбиционизм Или Я Действительно Головой Понимал Что Ну Как Б Одежда Нет Взять Ее Негде И Самый Лучший Вариант Для Нас Сейчас Я Беру Внешне Жесткий Диск Внешне Жесткий Диск И Так Выключаем Сейчас Все Мессенджеры Чтобы Они Не Не мешали Да Удаляем Хотя В принципе Можно было Я Недавно Узнал То Что В Маке Есть Такая Функция Как Сон Кстати Она Стоит Я Не знаю Тогда Почему У меня Было Уведомление Фокус Он Странно А тут Написано For Hour А Нет Странно В общем Звук Есть Оно Не должно Было Меня Беспокоить В общем Открываем Диск Вот Он Открылся Ульянов One Сейчас Я Перенесу Себя Вот В Это Окно Чтобы Было Видно Так И Посмотрим Эту Первую Фотосессию Я Не Обещаю Что Какие Будут Провокации Провокационные Кадры Я У меня Хоть Открытый Здесь Профайл Так Промо Не промо Фотос Значит Это Где-то Какой Год Седьмой Восьмой О Зарисовки Зарисовки Так Это Вот Были Те Времена Когда Мы Создавали Папки Да Эти Папки Закачивали Я Думаю Что Сейчас Зумеры Не в курсе Что Такое Когда Ты Создаешь Папку И И В нее Закачиваешь Фотки С одного Дня Да Так Блин Где Что Те Фотосессии Это Алло Так Это Я понял Что Это Не То Так По-моему Все Так По-моему Седьмой Год Давайте Мы Раскроем Название Развернем Ну-ка Зарисовки Зарисовки Зарисовочные прыжки Не то Зарисовки Ими Афакой Сквозь Москве Семь В поле В детстве Чистом Поль Декаданс В Ложеском Парке Флешка С С С С С С С С С Алены Зарисовочное Рождество Это Что Это Такое Ну Вот Здрасте Это Я В 2007 Году Да Это Я Тут Уже На фоне Обрабатываю Фотки Значит Это В этом Году Были Фотосессии Что Такое Где Тут Они Шестой Что Ли Да Получается В шестом Году Вот Так Ну Ка Тут Я Все Это Назов Первая Пробная Фотосессия Ну Это Пробная Тут Вообще Я Не буду Это Все Показывать Это Все Ну Как бы Все Понятно Нет Это Все Не То Там Все Конечно Очень Страшно Очень Страшно Вот Вот Такое Ну Кстати Это Очень Милая Фотка И Там Ну Там Какой-то Обнаженки Нет Особо Так Я Надеюсь Я Не Нарушаю Частное Пространство Я Тут Сейчас Показываю Ой Блин Так Так Стоп Нужно Срочно Уходить Блин Ну Вот А как Мне Теперь Выкладывать Это Видео Тут Попал Какие Какие-то Не Очень Блин Удобные Кадры В которых Я тут Показываю Другого Человека Блин Что Теперь Делать Так Вот Вот Фотосессия Вот Фотосессия Которая Про Которую Я Говорил Ну Ну Прям Дети Да Здесь Вот Мы Какую-то Мешковину Придумали Вот Какие-то Вот Эти Да Здесь Еще Не Обнаженка Прям Обнаженка Обнаженка Так Вообще Вот Прям Такие Уже Смешные Да Это Что-то Какой-то Был Такой Проект У Вани Шаповалова На То Я У Меня Вот Эти Вот Так Где же Обнаженка Во Пошла Пошла Обнаженка И вот Ну Типа Классика Маша В моей Рубашке Получается И И Я Да Ну Здесь Уже Не Совсем Чтобы Обнаженка Обнаженка Но Тем Не Менее Для Нас Это Был Какой-то Определенного Рода Да Да Это Все Кстати Фотошопленный Уже Фотки У меня Здесь Огромное Количество Прыщиков Я Даже Специально Найду Оригинал Этой Фотки Чтобы Показать Насколько Вот У меня Здесь Даже Вот Даже После Обработки Все равно Розовое Лицо Потому Что Оно Все В Прыщиках И Мы Эти Прыщики Размазывали Да И Конечно Подростковые Эти Прыщи Это Ужасно Вот Какая Это У меня Тема Вот Сейчас Я Найду Вот Эту Фотку Чтобы Показать Какие У меня Были Прыщики Это Очень На мой Взгляд Важно Сейчас Нужно Номер Найти Чтобы Опять Не Засветить 310 В конце 50 310 Сейчас Мы Найдем 50 300 10 Здесь Еще Не Так Страшно Не Так Сильно Видно Тут Еще Качество Пикселей Не Очень Чтобы Да Ну Там Есть Прям Какие-то Конкретные Портреты Где Очень Сильно Видно Что У меня Там Прям О Ну Вот Например Да Ну То Горькое Горькое Прыщавое Некое Дитё А Уже Какую-то Вот Это Хочет Сексуальность Показывает Да Ну Вот Это Процесс Осознание Себя В общем И Потом Вот Вот Эту Тему Мы В нашем Творчестве Пронесли В нашей Музыке Это Смешная Фотка Основная Концепция Вот Этих Фотосессий Моих На тот Момент Она Была Как раз Таки В том Чтобы И Вроде Бо Как Через Ну Вот Тоже Я Помню Что Я Себе Зарплаты Единственное Что У меня Было Это Вот Я В Этой Квартире Жил То есть Телека У меня Не Было У меня Был Реально Вот Телек Я Понятное Дело Не Смотрел И Он Сейчас Прям Вот Винтаж Винтаж Да Это Кстати Я Не Понимаю Обработанная Фотка Нет Не Обработанная Просто Чебе Здесь Не Видны Эти Прыщи А Вот Что Тут За Видео Кстати Нет Нет Надо Мне Себя Найти Вот Это Обработанная Фотка Сейчас Я Покажу Ее Без Обработки Сейчас Попробую Сразу Увеличить На себя Чтобы Не Показывать Что Может У Маши Что-то Было Не Так С Кожей Не У Маши Нормально Вот Такой Я Был Чувачок Когда Это Еще Черно Белое Ок Когда Цветное Все Выглядит Максимально Неприятненько И Вот Фотошоп Без Фотошопа Все Так Легко Делать И Вроде Как И Натурал И Кажется Как Будто Вроде И Какие-то Огрехи На Коже Но При Этом Типа Натурал Обработка Такая На самом Деле Все Такое В общем Не Могу Я Ответить На Вопрос Была Ли Вот Эта Сексуальность Моя Я Придумывал Эти Идеи Раздеться Потому Что Потому Что Не Было Денег Или Потому Что Или Потому Что Хотелось Показать Свою Сексуальность Это Моя Кошка Мяфа Это Вот Мы Еще Смеялись Тогда Что Мы На самом Деле Группа Фотомоделей Что Мы Не Группа А Группа Фотомоделей Потому Что Песня У Нас Вышла Только Одна А Фотосессии Было Три Вот Это Они Все У Меня Называются Третья Официальная Фотосессия Ну Вот 15 лет Назад Когда Это Было Для Меня Было Очень Важно Вот Тут Какие-то У меня Фотки На Промо Показ А Ну Я Все Уже Листал Не Не Листал Не Все Вот Такой Вот Здесь Вот Я Придумал Чтобы Уже Хватит Раздеваться У нас Здесь Будет Фотосессия Что Мы По Классике Такие Детки Такие Детки Мы Такие Черная Маечка Черные Носочки Все Что Я Сем Мог Позволить С Зарплаты Это Вот Этот Комплект Маечка Маечка Носочки И Семейные Трусы Черные Это Все Что Я Семей Мог Позволить Зарплат Плюс Оно Мне Все Было Большое Потому Что Я Никогда Не Покупал Себе Белье Ну То Я Имею Ввиду Это Всегда Было Какое-то Белье Типа Из Магазинов Я Сейчас Это Сложно Объяснить Я Не Знаю Как Объяснить Это Зумером Но Если Меня Смотрят Поколение Постарше Я Думаю Все Понимают Что Раньше Ты Покупал Ну Типа Ездил В Универмаг Беларусь В отдел С бельем И Там Была Олеся И Все Это Было Максимально Такое Вот Максимально Несценическое Максимально Не Для Фотосессий И Это Был Первый Комплект Я Не Знал Какой У Размер С М Я Просто Купил Себе Набор Накопил Денег Это Был Реально Проект Мне Нужно Было Накопить Денег Чтобы Купить Себе Комплект Майка Трусы И Носки Черные Для Этой Фотосессии Я Реально Собирал Деньги Для Этого И Купил Конечно Я Себе Все Очень Большое У меня Был Размер Наверное XS Тогда Всего А Я Себе Купил Наверное М Ну Короче Я Даже Ну Вот Например Здесь Это Вот Видно Вот Это Все Оно Оно Оверсайз Но Сейчас Я Могу Сказать Что Это Оверсайз Красивая Фотка Блин У меня Реально Чтобы Ты Понимал Это Не Антураж У Меня Реально Дома Были Наклеены Газеты На первом У меня Была Квартира На первом Этаже И Я Жил В Районе Чижовки И Там Точно Никто Не Оценил Моих Голых Вечерних Проходов Ну И Тогда По-моему Их Особо Не было И Кто-то По-моему Это Даже Не Я Придумал Заклеить Окна Газетами Потому Что Собирались Сделать Ремонт Блин Классная Фотка Блин Она Мне Нравится Я Сейчас Ее Скопирую Чтобы Выложить Куда Нибудь Да И Это Такая Окошечко У меня Жила Так Я Заклеил Окна Газетами Точнее Даже Я Не Помню Я Не Я Это Был И В общем Я Так И Жил Не Снимая И Еще Там Были Решетки На Окнах Потому Что Это Был Первый Этаж Их Тоже Ставил Не Я Они Были До Меня Ну Потому Что В Чижовке На Первом Этаже Когда У Тебя Окна Очень Там На Сам Деле Можно Было Подтянуться И Попасть В Квартиру Поэтому Ставили Такие Решетки А Чижовка Такой Немножечко Район В В общем Да Что Тут Говорится Все Понятно Но Давайте Наверное Перейдем К Такой Истории В В общем Первый На По Настоящему Откровенной Съемки Она Произошла У Меня В Десятом Году Я Рассказывал Про То Что Я Слушал Группу Я Я Да Был Поклонником Творчества Юли Осиной Фридман Сергея Гуанина И У Меня Был Я Об Этому Не Рассказал Видео Про Групп У Меня Есть Видео Пять Групп Которые Тебе Обязательно Нужно Есть Желание Услышать Классную Музыку Которую Ты Не Найдешь В Стриминге Потому Что Она Туда Не Загружена И Я Я Был Такой Поклонник Тру Я Создавал Сайты Я Прям Я В общем Делал Сайты С Дополнительной Информацией И Благодаря Этим Сайтам Я Как-то Простек Такой Такую Фишку Что Сайт Дает Возможность Пообщаться С Создателями И Таким Образом Я Общался В Аське Тогда Была Аська Кто-то В курсе Что Такое Аська Это Первый Мессенджер Который Был На Компьютере Стоял Установлен И Даже На Первом Айфоне Который У меня Там Была Аська У меня Была Аська На Первом Айфоне К К Тому Никто Не Общался Но Я Себе Установил И В общем Получилось Так Что Юля Осина Она Не Только Пишет Песни Она Еще И Фотограф И Режиссер И Так Получилось Что Она Пригласила Поработать На Проекте На Одном В Качестве Веб Дизайнера И Я Приехал В Москву Когда Этот Проект Состоялся Я Работал На Выставке С Пашей Ситровой Избитый Гламур Мы Делали Инсталляцию Сейчас Я Может Быть Даже Покажу Ее Если Инсталляция Здесь Есть Видео Нет Это Не То Мне Хочется Распыляться На Кучу Тем Это Я Был Такой В Десятом Году Это Я Приехал На Вот Эту Подписано Ульянов Модал Я Приехал На Вот Эту Выставку Мы Делали Вот Эту Выставку Избитый Гламур Здесь Она Кстати Тоже Связана С Обнаженкой Потому Что Модель Была Полностью Обнаженной Паша Ситрова Я Все Таки Хочу Показать Эту Инсталляцию Потому Что Мне Кажется Что Здесь На Этом Кадре Видно Что Я Малыш Еще На Других Фотографиях Я Был Более Брутальный Все Это Проходило На Винзаводе Я Делал Обрабатывал Видео Для Я Даже Знаю Где Его Найти Хочется Его Показать Чтобы Было Понятие О чем Я Говорю Сейчас Я Сейчас Покажу Это Видео Пускай Так Оно Должно Быть Вот На Этом На Этом Канальчике Это Канал С Моем Портфолио Да Есть Здесь Это Нет Вот Какой Я Да Насколько Я Тем Нет Это Мои Какие Пробы На Кастинг Тогда Тогда Вот Здесь Наверное Есть Я думаю Ну Ка Тоже Не то Ну Что Попробуем Еще Последнюю Попытку Да Где Это Может Быть Куда Тоже Я Это Загружал Ну Хм Так Хочется мне показать, конечно, проект, где ваши видео. Сейчас в ВКонтакте все стало так сложно. Вот. Это такая история без видео. Здесь модель была Паши Цитрова. Она была полностью голой. И как раз-таки моя задача была все соски, вот эти все скрыть. И здесь вот история про то, как рана ползет по телу. Самое сложное было это обработка как раз-таки, как это называется, можно говорить вагины. Ну, то есть вагина была закрыта на самом деле. Она была не полностью, как в данном случае, соски были открыты. Их было в этом плане обрабатывать проще, потому что... Потому что у тебя есть кожа, да, с которой ты можешь ровнять. А на вагине был такой пластик... Господи... Как это называется? По-по-по-по... Чем пальцы обрабатывают, когда ты порезался? Господи, ну, в общем, я думаю, ты понимаешь, о чем я говорю. И из-за этого кожу было сложнее обрабатывать. Я даже попросил помощи у своей подруги, потому что были сроки, и я не успевал. И это вот был тот самый опыт, когда я смотрю, и человек совершенно не стесняется своего тела. Это так красиво, это так концептуально, это очень интересно. Я подумал, блин, я тоже хочу сделать что-то подобное. Я хочу попробовать решиться на это. И когда я приехал, когда этот проект состоялся, в нем было, кстати, несколько разных составляющих, была выставка скульптур, таких кукол скульптур. Паша Ситрова, она делает, я думаю, что ты можешь о ней знать и слышать наверняка, она делает невероятные такие вот скульптуры. Вот это я, это Паша, это Юля Осина, Фридман. Я про нее рассказываю. Это я приехал на вот это вот. И вот эта инсталляция, вот она здесь на экранчике показывается. Да, мы любим Юлю, и Паша, и я. У Паши были замечательные, и сейчас есть, продолжаются скульптуры. Где бы мне их показать? Там было несколько. Это мы останавливаем. Сейчас заиграет Эд Ширен, и все это видео мгновенно лишат монетизации. Так, вот такие вот невероятные, сейчас где, вот, вот, да, такие вот невероятные куклы, ну, скульптуры малых форм, она их называет. Вот это она сама здесь, Паша. Что ж не увеличивается-то, увеличься. Алло. Ой. Ну-ка. Вот, а это Юля. И это, я думаю, внимательные зрители узнали, кто это. Да, и на этой инсталляции она сама здесь в виде вот этой куклы избитой. И такая же была фотосессия. Вот на этих кадрах она сама в виде этой куклы. И, конечно же, я был очень вдохновлен вот этой идеей, вот этими кадрами. Да, и мне, конечно, хотелось сделать, вот это я сам, вот это я заработаю, тут что-то я закидываю, видимо, инсталляцию на проектор. И вот, мне хотелось сделать что-то такое же. И Юля со мной в качестве, она, во-первых, заплатила мне гонорар, но мы с ней договорились о том, что я попросил ее о том, чтобы сделать фотосессию. Я тогда только-только набил себе татуировку «Я-Я». Только-только, и мне очень хотелось ее запечатлеть. Вот я такой был тогда, малыш. И вот. Очень мне хотелось показать вот эту концепцию, отобразить ее у себя. И когда я приезжал на фотосессию, это здесь, вот эти кадры были сделаны за 5 минут, на самом деле. Я просто скинул футболку. На этой площадке фотосессию делала Паша для вот этой выставки своей. И я просто оказался на площадке. Вот, вот, вот здесь гримируют Пашу, а вот я. Вот я тут что-то, вот ее костюмы. И я приехал на площадку, и мне очень понравилось, понравился этот интерьер. Я говорю, слушай, Паш, говорю, слушай, Юля, ты можешь мне сделать фотосессию? Я, конечно, боялся, что она попросит гонорар, но, может быть, может быть, ей хотелось со мной поработать. Может быть, ей было приятно, что я себе сделал татуировку с названием ее группы. Может быть, у нее было свободное время. Ну, в общем, может быть, это была какая-то благотворительность. Мы не обсуждали, по какой причине она согласилась сделать эту фотосессию. И когда я приехал к ней, у меня в голове уже был тогда вот этот вот проект «Избитый гламур». У меня уже было вот это желание показать свою сексуальность. Но мы не обсуждали, что мы будем снимать. И когда я ехал на эту фотосессию, я в своей голове как-то думал, я хочу попозировать обнаженным. Ну, вот те фотки, которые я показал, они были на фотосессии, и они были сделаны за 5 минут. И как-то мне они, во-первых, очень понравились. Я понял, что у нас с Юлей, конечно же, мне нравилось то, как она фотографирует, какую музыку она делает, какие она видео снимает. Я понял, что у нас с ней очень схожий взгляд фото. Здесь вот это 17-й, ой, 10-й год, это 11 лет назад. Сейчас мне 34. Мне тогда было 23-22 года на этих фотках. И я понимал, что я очень хочу с ней фотосессию сделать. Я уже, когда я ехал туда, я знал, что я хочу раздеться. Но я не знал, как об этом поговорить с Юлей. Я не знал, может быть, она сочтет меня извращенцем. Может быть, хотя она имеет опыт съемки с обнаженными моделями. Но мне так было стрёмно. Плюс я боялся, что у меня маленький член. Я боялся, что я могу опозориться перед фотографом. Я подумал, что это может быть несексуально, что это может быть стрёмно, что это может быть стыдно. Может быть, я в принципе, это неэстетично, показывать такого размера член на фотографии. И поэтому, когда я ехал на эту съемку, я ехал туда просто в какой-то надежде, что как-то мы там сможем, найдем возможность. И я себе сделаю вот эту первую в своей жизни настоящую такую обнаженную фотосессию. И вот начинали мы вот с этого всего, вот с такого вот. Да, вот с такого всего. У меня тогда была невероятно крутая майка. Жалко, наверное, в цвете ее нет. Написано Not Made For Love и сердечко такое. И, короче, я тут постепенно, постепенно, постепенно... Ну, как бы у нас не было идеи. У нас было желание просто пофоткаться. Ну, тут еще тоже прыщики эти видны. Вот, чуть-чуть. Но их уже стало к тому времени меньше. Прекрасные фотки, конечно. В общем, у нас не было идеи. И я надеялся, что мы как-то в процессе договорим... Блин, я сейчас смотрю на эту фотку, ну, красиво же. Ну, лучше я такой. Вот. И что я как-то постепенно, постепенно там смогу. И я, честно скажу, как-то вот... Мы это с ней не проговаривали, но с каждым кадром я чуть-чуть, чуть-чуть и раздевался. Я тут, наверное, сейчас уже не буду показывать все фотографии, чтобы там не заблочили меня. Ну, вот тут я уже вот что-то снял. Вот. Вот есть совсем немножко цветных. Они есть. Вот. И постепенно, постепенно я начал... Я говорю, я сначала... Сначала я сел в этих трусах. Потом я думаю, так, сниму я майку, может, джинсы надену. И я постепенно начал эти джинсы приспускать, приспускать, приспускать. Вот так вот. Это прям было... Я чуть-чуть... Это здесь, это просто кадры. Вот здесь вот такое. То есть, вот я по-разному как-то... Вот я был в этой майке, потом я снял эту майку, остался в джинсах. Потом я начал по чуть-чуть, по чуть-чуть приспускать эти джинсы. Так, это намешано. Вот такой вот кадр у нас был классный. И пока не... И я с каждым вот этим вот приспущением вот этих штанов вот так вот чуть-чуть, 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 я думаю, когда она меня остановит? Она меня остановит или нет? Или мы все-таки сделаем? Да, мы сделаем сейчас обнаженную фотосессию. Да, нет, нет, да. Короче, я не знал, что из этого получится, что из этого выйдет, сможем ли мы... Ну, то есть, у меня было в какой-то момент такое ощущение, как будто Юля... Это уже фотошоп. Здесь я журнал этот добавил. У меня было ощущение, что Юля, может быть, сама сейчас немножко вахуя от того, что происходит, от того, что я просто у нее на глазах начинаю раздеваться. И она, может, не знает, как мне сказать, может быть, я сейчас как-то на ее личное пространство заступаю. Или, может быть, она просто, ну, как бы поняла мой запрос, и она просто меня не останавливает. Может быть, что-то вот такое. И, короче, скажу так. Когда произошла эта съемка, я еще какое-то время не мог ее никуда выложить. Ну, то есть, мне эти фотки очень нравились. Ну, как бы, вы видите, тут никакого открытого члена ничего нет. Да, ну вот, все вполне в рамках, да, в рамках эстетики, красоты. И, да, у меня есть животик какой-то. Я понимаю, что сейчас это может прозвучать как-то глупо, да, но он, правда, не накачанный, он такой надутый. То есть, я просто худой, но пресса никакого нет. Здесь я... Пресс в основном появляется от какой-то взволнованности. То есть, это, скажем, не совсем, чтобы... Тут Джульетта что-то обрабатывала. Моя подруга. Тут уже, ну, вот, такая немножко пластиковая кожа. Я, конечно, более заживой фотошоп, когда... Вот, ну, вот здесь вот лучше видно, да, что я на самом деле не это, не качок. Просто есть какие-то кадры, где это более видно, где более пресс накачан, где... Ну, в смысле, или вот тут, например, вообще пропали мешки под глазами, да, неестественно совсем. И оно очень видно, конечно, что так не может быть. А может, или я это вижу, я не знаю. Вот тоже. Мне этот кадр, например, нравится больше с... Здесь чисто, по-моему, какая-то цветокоррекция, здесь сильно фотошопа нет. Здесь какая-то... Здесь какая-то... Просто какой-то фильтр наложен. В общем, я к чему? Я так радовался, что у нас произошла эта съемка, она все равно была не полностью такой, как бы мне хотелось. Но я имею в виду, я раскрыл свой потенциал сексуальности какой-то, не настолько, сколько я хотел себе позволить, да. Но это был большой шаг для меня. И... Ближайшие 10 лет, ну, честно говоря, я больше не делал никаких фоток. Я так даже скажу. У меня... Я настолько стеснялся выложить эту фотку... Ну, то есть, часть каких-то вот, каких-то самых, самых таких безобидных фотографий я выложил у себя даже в ВКонтакте. Это было время, когда ВКонтакте выкладывали. Ну, то есть, самое экстремальное, что там было ВКонтакте у меня, это... Ну, вот, наверное, с попы. Ну, вот, наверное, это. Ну, то есть, как бы тут ничего и не видно вообще, да. Ну, это вот тоже кожа какая-то. Если с цветом фотографировать, конечно, кожа... Не могу сказать, что у меня сейчас намного лучше кожа, но ладно. Не, лучше точно, чем тогда. Сейчас она хотя бы как-то немножко такая мужская, так пообтесалась просто, да. Там тогда вот все эти поры. Плюс я тогда еще только начинал бриться. И вот это вот еще, когда ты не умеешь бриться, это вот все вот эти раздражения у тебя постоянные. Ну, блин, отца, когда нет, когда тебе не рассказывают, как... И интернет тогда был еще не такой лайфхачный, как сейчас, да. Тогда не было всех этих туториалов. И я просто пытался узнать, как это работает на собственном примере. Короче говоря, что было дальше? Что было дальше? Выложил я этих несколько фотографий и никому их не показывал. Ну, то есть у меня были друзья, которым я показывал эти фотографии. Это я сейчас немножечко растяну окна, чтобы создать такой интересный бэгграунд. Мне нравится. Какие-то такие циферки, циферки, циферки. И что, к чему я говорю это? То, что вот это вот, то, что было, я никому не мог показать. И для того, чтобы этим поделиться, когда я уже начал заниматься, когда у меня был мой проект Ray, я настолько, я так хотел побороть это чувство, но у меня было ощущение, что я извращенец. Вот я, наверное, весь этот длинный разговор я вел к тому, что внутри меня боролось то, что я извращенец, и я должен этого стыдиться, а не наоборот, а не рассказывать про то, что я тут где-то сфотографировался. Это стыд. Ну, то есть, это тот самый классический случай, когда тебе нравится смотреть обнаженные фотографии, но когда ты думаешь про этих людей, ты думаешь, господи, какие же они бедные, несчастные, им пришлось раздеваться ради того, чтобы зарабатывать на жизнь. Ну, то есть, где здесь логика, я сейчас не могу ее найти, у меня сейчас в голове не укладывают. Но тогда эта формула работала. Мне нравилось смотреть на обнаженных моделей, но при этом я всегда считал, что они жертвы. Ну, то есть, что по своей воле показывать тело, показывать писи-сиси, что это все тебя может заставить только жизнь. Ну, то есть, я вот сейчас говорю это, и я не понимаю, ну, то есть, почему я так думаю. Но раньше логическая связь была абсолютно точная, что если человек показывает грудь и сиси-писи, то это твоя репутация на всю жизнь перечеркнута, раз. А второе, это то, что ты, ну, как правильно сказать, что таким по собственной воле не занимаешься. Даже если у тебя красивое тело, ты можешь сфотографироваться в купальнике, ты можешь сфотографироваться на пляже. Но когда ты делаешь это постоянно, делаешь это на коммерческой основе, и ты больше ничем зарабатываешь, ну, то есть, условно говоря, у тебя нет каких-то интеллектуальных навыков, да, типа, получается, но ты, типа, зарабатываешь телом, что это, как бы, типа, стыдно, что это, как будто над телом не надо работать, как будто тело тебе дано, вот, в 19 лет, может быть, тебе и тело и дано просто так, но для того, чтобы потом в будущем, я думаю, любой человек взрослый со мной согласится, там, мне кажется, после 30 уже точно каждый со мной согласится, есть, конечно, люди, которым максимально повезло, и кто после 30 остается, может, есть все, что хочет, и когда хочет, и во сколько хочет, при этом оставаться худым и стройным, и все на местах, там, вся талия, там, все там, как надо, где надо худенькое, где надо не худенькое, да, и, ну, давай так, мне кажется, что сниматься обнаженным, это такая же профессия, как и любая другая, да, и я всегда раньше думал, что если ты снимаешься обнаженным, там, если ты, там, не знаю, условно, там, ну, нью-модель, то ты никогда себе не сможешь найти отношения, потому что тебя будут всегда считать больной, на самом деле, тот человек, который снимается нью, он знакомится совсем с другими людьми, совсем другим взглядом на жизнь, и, то есть, со мной нью-модель в том возрасте не могла бы подружиться, ну, в смысле, подружиться, может быть, могла, но я бы не смог бы вступить в отношения, потому что это был бы, в первую очередь, для меня стресс, что я бы все время ревновал, что я все время думал, ой, господи, бедная, или там, ой, господи, глупая, или еще что-нибудь вот это вот. Ну, короче, какой-то, я сейчас это говорю, я, правда, не понимаю, как я так мог думать, но сейчас, и поэтому, ну, сейчас я даже объяснить вот ход своих мыслей не могу. Для меня всегда была обнаженка про, про отсутствие интеллекта, про отсутствие возможностей каких-то, про моральные какие-то, аморальность какую-то и так далее. И когда я, и это мне так много лет мешало просто осознавать то, что каждый человек сам выбирает, ну, просто я вот буквально на днях обсуждал с одним человеком эту тему, есть, ну, то есть, есть возможность, есть сейчас такой популярный жанр, как вебкам, да, есть люди, которые смотрят на модели, которые, есть два формата, например, OnlyFans, там, где люди просто выкладывают тот формат фото или видео, того, чего они хотят сами, да, сделать, а есть формат вот этих вебкамов, когда ты, у тебя, тебе могут, я думаю, сейчас все, что, о чем я говорю, ни для кого никакая не супертайна, да, мы сейчас ничего не, я сейчас никакие моральные скрепы, надеюсь, не затрагиваю, у нас и так достаточно такая откровенная тема. В вебкамах люди делают то, что их попросят зрители, да, и они платят за это сразу же денежку. Так вот, я общался с человеком, который смотрит вебкам, донатит вебкам-моделям, но при этом считает, что они, в общем, что они бедные, что они бедняжки, ну, в смысле, бедные, что вот как они теперь будут жить эту жизнь, ведь это на всю жизнь репутация запятнана, и что вот никогда теперь ничего, ну, то есть, при этом... И вот, ну, это же парадоксально, правда, человек сам, то есть, по большому счету, человек, типа, сочувствует этим людям, да, но все равно пользуется их услугами, потому что, ну, может себе позволить и хочет смотреть, да. Ну, то есть, и я точно такой же, я был точно такой же, то есть, условно, типа, я хочу сниматься обнаженно, но я считаю, что это грех. Ну, даже не то, что грех, а то, что я после этого обратно пути не будет, что я теперь все, это, значит, прямая дорога в ад, в какой-то вот, ну, в общем, что с таким человеком, который вот снялся обнажен, ну, все это, ну, это все уже потеряно для общества человека, да. Хотя, казалось бы, ну, то есть, почему, там, не знаю, классный, там, айтишник может на работе заниматься одним, быть талантливым в одном, и почему это должно каким-то образом говорить о том, что если он сфоткался обнаженно, значит, он в этот же момент стал плохим айтишником или что? Ну, то есть, это две абсолютно не пересекающиеся твои части твоей жизни, твоя, твоя социальность и твое принятие себя, твой художественный вкус, да это вообще разные, разные вообще аспекты, где бы ни были. И вот то, что я сейчас рассказываю, это я больше сам для себя сейчас пытаюсь вот эту вот причинно-следственную связь наладить, да, говоря о том, что, ну, как бы где, где тот самый, почему, почему я для себя видел, я сейчас даже расскажу вот такую историю, она будет вполне себе показательная, и... Давайте так, я сейчас сделаю небольшую музыкальную паузу, буквально на полторы минутки, ой, на полторы, на 30 секунд, и мы тут же, и пока включу еще раз, посмотрите спокойно, без моих комментариев, этот ролик. Да, а я сейчас пойду. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Так, вот и я. Я думаю, что если динамики в моем ноутбуке хорошие, то не надо объяснять, где я был, ну, в общем, не будем заострять на это внимание. Так вот, в 2013 году была такая история, и она очень показательная, я хочу ее рассказать, потому что я высказался очень сильно на эту тему, и в контексте сегодняшней моей беседы это будет очень важно. В 2013 году в Беларуси проходил конкурс, который назывался «Мисс Минск». Обычно конкурс назывался «Мисс Беларусь», но вот в этом году он назывался именно «Мисс Минск», и случилась такая история про то, что я уже в каком-то видосе на эту тему немножко говорил, но я сейчас более подробнее коснусь. В общем, в этом конкурсе победила девушка, и на следующий день после того, как она победила, всплыли фотки из какой-то ее вечеринки в клубе в одном белорусском, там, где она на барной стойке, обнаженная, и вот. В общем, это все возымело огромный хайп, и девушку, в общем, назвали там «пробледью», и всеми словами. И я, честно скажу, я сам охотно присоединился ко всем этим обвинениям, и даже на этом хайпе записал песню, которая называется «Мисс Пис». Она есть у меня в альбоме «Современное искусство». Если хочешь, можешь найти ее, послушать, я оставлю ссылочку внизу. Заключалась история в том, что там про то, что для того, чтобы, в общем, эту девушку лишили короны победителя конкурса. И в суперфинал, который проходил, который была съемка телевизионная, большой, огромный суперфинал, приглашали группу «Виагра» в качестве хедлайнеров этого мероприятия, его просто не показали. То есть было потрачено большое количество денег из-за вот этого скандала, который произошел. Девочку просто лишили, лишили, лишили статуса, да. И почему символично? Я говорю, я тогда тоже на нее накинулся, как будто бы, как будто бы я никогда не напивался и не занимался сексом в туалете клуба, в котором напился. Вот я такой святой, да, и я вот как будто бы у меня этого не было, да. Другое дело, что я этим не гордился, да, и я вот этим своим, тем, что я этим не гордился, я пытался это вылить на эту девочку, что вот чем большим будет порицания у этой девочки, которая когда-то посмела там позажигать в клубе, и это зафоткали, да. То есть, может быть, те, кого не зафоткали, кто-то этим занимался, вот я только что сказал, чем я занимался в клубе, да, меня не зафоткали, и поэтому якобы моя репутация чиста. На самом деле она точно такая же, как у этой девочки, просто ее сфоткали, а меня нет. Чем я от нее отличаюсь? Ну, я как бы пытаюсь пристыдить себя, пытаюсь себя сказать то, что это плохо, хотя почему это плохо? Почему это плохо? Это плохо лишь потому, что это был разовый, типа, половой контакт или что? Ну, то есть, это было и прошло, это был опыт, который мне был для чего-то нужен, для того, чтобы, может быть, потом этого не делать, или, может быть, для того, чтобы понять, что, может быть, меня заводят в туалетах, и я со своей парой теперь все время буду ходить только по туалетам и вдвоем этим заниматься. Как бы, кому какое вообще, в принципе, дело, чем я занимаюсь в туалете, если я там выхожу из этого туалета, и все в порядке, все красивое, ничего не испорчено, да? Поэтому, как бы, порицая эту девочку, я порицал, как бы, в себе свое, вот то, что я почему-то решил, что это плохо, то, что у меня был подобный опыт, как у этой девочки. Как бы, меня ж никто не порицает за него, потому что фоток нет, а я могу порицать эту девочку. Да, я записал трек. Трек получился, на самом деле, классный, вот, но мне он нравится, правда. Он смешной и ироничный, но я понимаю, что на сегодняшний день вот в мою реальность, вот в меня сегодняшнего, он не вписывается, потому что, потому что кто вправе вообще судить, да? Если человек, вот я говорю, вот типа Дюба там, да, ну, произошел у него этот инцидент, да, он не сам лично выложил это видео, да, или даже если бы он лично это сделал, он же это выложил не на своей странице, ну, то есть, мы сейчас без «если», да? Человек выложил это видео не сам, его слили. А кто из нас этим делом не занимается? Кто, не знаю, ты присылал, присылала своей паре, там, грудь или, там, дикпик, не знаю. Я присылал. Да, это была такая сексуальная игра, и никто не может гарантировать, что потом, когда отношения заканчиваются, что потом эту фотку не сольют в сеть. И потом, чья, кто будет в этом, скажем, чья это будет ответственность? Моя? Нет. Нет. Если человек выложил эту фотку в социальную сеть, это исключительно говорит о человеке, а не обо мне, потому что фотку я выложил не на весь интернет, а присылал одному конкретному человеку с доверительными взаимоотношениями. Если человек хотел потом показать, что, ну, как бы, либо уколоть, либо, я не знаю, какие причины могут для этого произойти, чтобы выложить частную приватную фотографию в сеть, на всеобщее, да, для чего. Если человек, делая так, человек может оскорбить только себя. Если другой человек хотел этим тебя оскорбить, то исключительно только себя он может этим оскорбить, этим поступком. Да, поэтому, почему все накинулись на человека, который выслал видео в частном порядке, да, я считаю, что это какой-то... Для меня это была спорная тема, но пока я не начал раскидывать ее на свою собственную жизнь. Когда ты смотришь на человека со стороны, тебе кажется, что ты сам никогда в такую ситуацию не попадешь. Ну, господи, да кто, когда в моей жизни выложит видео, как я, там, условно занимаюсь, как-то по-английски. Ну, так и будет мастурбация, да, мастурбэш. Или, там, соло, как это еще называют, да? Я вот это делаю соло, вот это, да, и... Просто это никому не надо, как бы, да, я, типа, не медийная, типа, персона, условно, да, в масштабах, там, да, планеты. Не настолько микро пока инфлюенсер, да? И поэтому, конечно, моя вот эта история про то, что это вылезет, не вылезет, это, как бы, в общем-то, сейчас особенно никому не интересно. Но я же понимаю, что если я, там, получу какой-то другой статус, сразу же это начнет, сразу начнет порицаться, осуждаться или еще. А почему? Вот почему каждый человек не захочет положить себя... Ну, то есть, условно, если вот он, если я прислал, там, или, там, Иван прислал фотографию Анастасии, а Анастасия это выложила, там, не знаю, в семейный чат, я не знаю, там, да, и это увидели все родственники, а родственники разослали всем двоюродным, троюродным братьям, то ты по фокусу становишься тем же самым дюбой, да, или, там, мной, который поделился каким-то контентом в приватных условиях, да? Просто когда ты понимаешь, что про тебя точно так никто не скажет, потому что твое видео нахрен никому не сдалось, хочется порицать, вот как и мне хотелось порицать эту девочку, чьи интимные фотографии всплыли. Вот, хотя кто из нас, еще раз повторюсь, не был на ее месте? Ну, кто? Кто не зажигал бухим в клубе? Сорян, я не поверю никогда, что у тебя такого не было. Если не было, ты святой, ты уникальный или уникальная, вот, но осуждать тебе других людей, которые там себе это позволили, ты тоже, я тебе не даю такой возможности. Вот, что касается, так вот, в контексте сегодняшнего рассказа это очень важно, потому что к чему я пришел? К тому, что, во-первых, я это осознал, что порицая девочку, я, на самом деле, порицаю себя зачем-то. Причем зачем я это делаю, я не знаю. Ведь по большому счету я... То есть у меня был какой-то в голове шаблон о том, что сниматься обнаженным – это грех, это дорога в ад, и поэтому, когда я в себе это чувствовал, я чувствовал, как будто бы мне нужно избавиться от этой... Это плохая привычка, мне нужно от нее избавиться, мне нужно... Господи, как же... Почему вот живут же люди, вот им не хочется фоткаться голым, а я хочу... Какое же... Какое же я... Какое же я дно? Как же я... Как же я мог дожиться? Да какой же я извращенец? Господи, почему? За что мне это дано? Но... Это сейчас я типа не перевираю. На самом деле были многолетние, многолетние вот эти разговоры с собой. Какое же я дно, что я хочу фотографироваться голым. То есть я это сам порицаю, я считаю, что это дно, но при этом я сам этого так хочу, так хочу, и я не знаю, как мне эту грань, как мне ее преодолеть, как мне делать то, что я хочу, да? Я, наверное, хочу в этом плане поблагодарить определенного рода тренды, потому что сейчас я, наверное, бы сам на это не решился без того, что я вижу, что это действительно начинает, что это какая-то культура свободы и любви, свободы к человеческому телу, она уже не воспринимается как проституция, да? Хотя, опять-таки, что плохого в проституции? Давайте поговорим на эту тему. Я считаю, что какое я имею право кого-то осуждать? Какое я имею право? Это, опять-таки, это выбор двух человек, проститутки и клиента. Если они вдвоем сошлись и нашли общие интересы, то мое отношение здесь к этому, я либо это делаю, либо я этого не делаю. Зачем мне это? Ну, то есть, это как я говорил про то, что если я начну это осуждать, это будет лишь говорить о том, что я вот как с этой девочкой, с этой моделью Miss Minsk 2013, что точно так же я этого хочу сам, но я в себе это порицаю, да? Это вот это желание вот так вот сделать. Поэтому я все-таки считаю, что нужно как-то в себе находить вот ту самую золотую какую-то середину. И вот тренды мне в этом, конечно, помогли. Сейчас сначала начались все вот эти OnlyFans пару лет назад, и тоже для меня это воспринималось по большому счету, точно так же, как вот эта девочка в 2013 году, что люди от какой-то вот, потому что больше ничего не могут зарабатывать, больше не могут. А почему, спрашиваете, если даже не могут больше ничем зарабатывать? Ну, сделай ты себе такое тело, сделай ты себе такую внешность и зарабатывай сам тогда. Что ж ты порицаешь? Ты, во-первых, попробуй ее сделай. Те, кто, я еще раз повторюсь, те, кто после 30-ти меня точно пойму, что сделать это тело, это не то, что, и плюс с ним жить, его сохранять, эту форму, это, ну, это образ жизни. Это не то, что ты захотел, сделал, захотел, не сделал. Это проходит за 2 недели, уходит все. И если ты не продолжаешь тренировки, не продолжаешь питание, это все уходит мгновенно, все это тело. И это не так вот, типа, просто взял и накачался. То есть, те, кто думают, что это правда, ну, то есть, это просто. Но это просто, когда ты приложил усилия и создал привычку, и в тот момент, когда ты создал привычку, это просто. Хотя, опять-таки, ни хрена это не просто. Вот я прихожу в гости к друзьям, да, и каждый раз сталкиваюсь с тем, что, ну, пожалуйста, ну, съешь, ну, я же готовила вот эту булочку. Я говорю, ну, не ем я такое. Не потому, что я сейчас себе запрещаю, потому что нет, потому что я это вот так хочу, но нет, нет. Я просто не хочу этого есть. Я поменял свой режим питания, и сейчас я ем другие вещи. Ну, пожалуйста, я же, я тебе не говорю, ешь то, что я ем. Я говорю, кушай то, что тебе нравится, ешь то, что ты хочешь, ешь вот ты приготовила или приготовил эту булочку, ешь, ну, я же тебе не говорю, что, а это вот столько-то калорий, а ты знаешь, я же тебе не начинаю читать. Так зачем ты меня пытаешься уговорить съесть эту, ну, из уважения, ну, я же для тебя готовила, а ты спрашивал или спрашивал у меня, мне это надо вообще? Ну, то есть можно же было спросить. Одно дело, ты еще можешь там захотеть сделать сюрприз, ну, это вот, начинается вот эта вот история, да. На самом деле социум очень сильно на тебя давит, как только ты начинаешь питаться по-другому, все это замечают, все это, 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 вроде, ты про это можешь не говорить ничего, но все замечают, что какие-то помидоры что-то появились, начинаешь с собой носить, потом с собой на работу. А что это у тебя тут столько, там, вот я каждый день слышу какие-то оценки, я приходил на кухню просто поесть, сидят люди со своей собой, я никому ничего не комментирую, заходят люди, начинают, ой, вот что-то тут у тебя тут навалил себе, тут какие-то, а у меня там условно там 300 грамм этого мяса, там каша и салат я себе делаю, да. Ой, что-то там навалил себе там, ну, то есть какие-то каждый день оценки, 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 тебе нужно понимать, как ты на это реагируешь, то есть не вступать в какую-то конфронтацию или вступать, или отвечать, не отвечать, ну, в общем, огромное количество социум, ты, когда находишься в социуме, он так или иначе все равно это все видит, отслеживает, в общем, я к чему говорю, что это, и потом каждый день, когда какие-то дни рождения, вот принесли пироги, вот тут принесли пирожные, вот тут принесли тортики, вот тут принесли пастилу, вот тут принесли конфеты, ну, то есть, и все это едят, и все такие, ой, ну, вот Ульянов-то, конечно, не ест, ну, типа, при том, что это не я говорю, я же не говорю, а я не пойду, я сижу просто за столом, а не, вот, ну, конечно, Шульянов такой у нас не ест, ну, и вот начинается вот такой вот какой-то прессинг, ну, вот, типа, и тут мое, да, тут я должен, типа, не, как бы, и не разозлиться, и как-то, или разозлиться, и каждый раз ты выбираешь для себя эту модель поведения, и не знаешь, как поступить вообще, как, да, ну, то есть, это я к тому, что форму тела, это тоже процесс, и вот те, кто говорят, что, типа, вот все бы могли зарабатывать на этих вебкамах, кто на работах, кто на заводах будет работать, да ебет меня, кто на этих заводах будет работать, где надо, иди работай, или ты хочешь подумать о том, кто будет работать на заводах, создай фонд работников завода и делает, почему обязательно все, ну, то есть, нужны какие-то сравнения, для чего, для чего нужны сравнения, каждый, ну, то есть, опять-таки, я говорю, вот это как история про человека, который смотрит вебкам, я тоже смотрю вебкам периодически, я не доначу, у меня, сорян, нет, нет столько профита, чтобы донатить, ну, я смотрю, да, но почему мне порицать этих людей, они сделали свой выбор, это их жизнь, это ответственность, кто-то говорит, вот как они потом будут жить, да это их жизнь, они сделали, возможно, им будет сложно, возможно, потом это всплывет когда-нибудь, когда они решат завестить бабушки, дедушки, там, станут или не станут, кто знает, может, они вообще никогда не станут этими бабушками, дедушками, и никто, блядь, не будет, или тренды поменяются к тому, что если у тебя не было в 15 лет вебкам, там, или в 19, то ты не жил, это будет считаться позором, это вот как в моем детстве считалось позором слушать руки вверх, а сейчас кого-нибудь спросить, а вы все слушали, а меня чуть не пиздили, когда я признавался, что я слушаю руки вверх, я никогда этого не стеснялся, и меня чуть не пиздили за это, меня реально, ну, как бы вызывали на разы, а сейчас все те же самые люди, которые хотели меня отпиздить за это, сами ходят на эти концерты, да? Это чтобы было понятнее, наверное, немножко про то, что я на этот счет думаю, но, окей, думать-то я подумал, что... я вот вернулся к тому, что появились OnlyFans, и я все равно этих людей подсознательно осуждал, а мы уже понимаем, что я этого хотел сам. Я потихонечку начал как-то воплощать через знакомство, я не знаю, в культуре знакомств, в дейтинг-приложениях. Я сейчас, опять-таки, не буду каким-то, наверное, каким-то тем человеком, который раскроет какие-то шокирующие факты, но я думаю, что все прекрасно понимают, что периодически люди встречаются для секса, да? То есть, когда у тебя нет какое-то время отношений, ты можешь раз в какое-то время, количество времени встретиться для секса, и это нормально. И у знакомств для секса есть свои определенные правила. У всех они свои, да? Ну, в частности, интимные фотографии, типа там вот эти дикпики, вот эти торсы, вот это вот все присутствуют. И опять-таки, есть люди, которые знакомятся без всего этого, не высылают эти фотки, нормально встречаются для секса. А для меня было важно, опять-таки, я поясню, я не знаю, оправдывал ли я себе желание сделать эти фотки и поэтому высылал это. Либо я просто понимал, ну, скорее всего, я думаю, что мне хотелось сделать этот дикпик и кому-то его отправить. То есть, это не было какой-то необходимостью. Я договаривался и без дикпиков, да? Но в тот момент, когда я понял, что я хочу их сделать, плюс мне очень хотелось побороть этот комплекс парня, которому сказали, что у него маленький член когда-то, да, там, да, 11 лет назад. Я начал принципиально делать эти дикпики, начал как-то там искать эти ракурсы, там, начал какой-то там узнавать что-то, как свет, где лучше, где что, как, там, да? И на самом деле для того, чтобы получился этот типа якобы визуально огромный дикпик, вообще в принципе не нужно обладать этим дикпиком огромным по себе говорю, да? То есть, я изначально говорил о том, что он не огромный, да? Поэтому, поэтому, в общем, через вот эти проявления сексуальности я потихонечку-потихонечку начал принимать. И самое интересное, что этим летом я, наверное, сделал одну из первых своих каких-то вот таких обнаженных фотосессий дома сам себе, на телефон что-то там, где-то там просто по, даже не летом, а в мае, когда был в Турции в отеле, потому что в отеле вот эти большие, как их зовут, зеркала в пол, да? Вот этот красивые все белые стены, новая мебель, это не вот здесь вот как-то, я вот здесь не могу этого сделать, не знаю. Ну, то есть, здесь у меня все как-то приелось, как-то я вот смотрю на этот, не знаю, советский шкаф без двери, да? И мне как-то вот это все кажется каким-то провинциальным и каким-то стыдным. А, конечно, когда у тебя есть, да, номер в отеле там сколько там, три или четыре звезды, я не знаю, ну, хорошие четыре звезды, потому что у меня было в Египте пять звезд, но это вот в Турции это даже не три звезды. Наверное, наверное, у меня было три звезды в Турции или четыре. Ну, короче, в Египте отель пять звезд это турецкие три звезды в лучшем случае. Вот, и, ну, может, мне так повезло, конечно, может, не все такие отели, но я был вроде как в хорошем отеле, ну, вроде как, да, и впервые сделал такие фотографии и понял, что, блин, ну, я их никому не могу показать. И в данном случае... Вот, о чем я хотел... Вот я сейчас скажу про одну тему. Когда у меня был музыкальный проект Ray, и у меня уже заканчивались... Ну, то есть я снял, я рассказывал, что я снял там на первые... на те деньги, которые у меня остались от работы в банке клип первый и второй. Плюс я еще вспомнил, я об этом забыл рассказать в прошлом видео, я на второй клип мне даже не хватило. Денег я еще одолжал потом у своего приятеля Юры деньги, и потом ему еще там где-то через года два я их только смог отдать, и да, когда продал комнату свою в общежитии, я с этих денег, собственно, отдал деньги за клип, который одолжил. Так вот, и средств уже нет, а надо, когда ты вруливаешь музыкальный проект, у тебя получается так, что ты... Тебе нужно постоянно что-то подкидывать, я об этом рассказывал в видео про фестивали, как я ездил на фестивале, что когда у тебя появляется новая аудитория, а на каждый день от тебя ждет какой-то новый контент, а когда ты начинающий артист, у тебя нет этого просто контента в таких количествах, у тебя там, я говорю, есть там три фотосессии и все. И у меня выходил тогда третий сингл «Солнце», он назывался, «Солнце» Не потеряй себя и продолжай бороться, зажжется твое солнце Не потеряй себя и продолжай бороться, зажжется И твое солнце Да, у меня небольшой, да, сделал спойлер к треку. Такие ассоциации прям очень-очень сильные, сильная для меня песня, важная очень. В общем, мне надо было что-то делать, какой-то клип, какое-то видео, а я понимал, что у меня нет ничего. И единственное, что мне в голову пришло, это создать пиар-повод, вот эти слить фотографии свои, вот эти с 2010 года, которые я показывал, так как я их никуда не выкладывал, вот эти вот, да, я их никуда не выкладывал и поэтому я подумал, блин, я могу их слить, типа в сеть, как будто у меня их украли. Так вот, я сейчас даже объясню, что произошло. Значит, это был двойной такой, в этом был двойной заход. Первое, это, короче, что я придумал? Я придумал сделать статью, я же рассказывал, что все пиар-статьи писал я сам, да, все пресс-релизы, все вот это, вместе с моей подругой Машей, мы делали это вдвоем, я там накидывал основу, она с точки зрения литературы и как журналист, она дорабатывала это. Так вот, и я придумал такую тему, что, ну, такой классический пиар-повод, что у меня украли пираты с облака вот эти порно-фотки, но они не порно, да, это типа ню, что они украли и начали меня шантажировать. И я вместо того, чтобы, ну, типа, давай деньги нам, да, и я вместо того, чтобы давать им деньги, выложил эти фотки в сеть сам. Мол, хуй вам, да, типа, кибер-преступники, хуй вам, я сам все выложу. В этом была двойная история. Первая – это создание пиар-повода на обнаженке. И вторая, ну, такая, которая не требовала никакого ресурса. Фотки у меня уже есть, они сняты, они классные, они мне очень сильно нравятся, я их очень сильно боюсь выкладывать. И вторая была история. Я попробовал представить себя, вот, типа, вот, тогда еще не было вот этой истории про Дюбу, было много других, да, сливов там, других фотографий известных артистов. Когда там кто-то, бывшая, бывшая, еще там кто-то выкладывал какие-то интимные снимки. Еще тогда не было облаков, да, не из чего было красть. И просто бывшие выкладывали эти фотки, когда расставались в ссоре. И я попробовал себя представить на месте этих людей. Ну, вот, слили, вот, допустим, вот, я очень сильно хотел выложить эти фотки интимные, ну, в смысле, интимные, блядь, ну, вот эти ню прекрасные фотографии, классные арт-крутые фотки, да, мне очень нравятся, ничего в них порно нет, да, ну, ню фотосессия. На вкус и цвет, как говорится, да. Так вот, и я попробовал себя представить. Если бы вот эти фотки кто-то слил, ведь я же их сделал, значит, гипотетически где-то они могут оказаться на какой-нибудь флешке, которую кто-нибудь когда-нибудь может слить и так далее и тому подобное. И я подумал, аж как, денег у меня платить хакерам нет, да, стыдиться этих фоток я не хочу, они мне нравятся. Я попробовал вот эти истории, мне, конечно, сейчас стыдно, что это был такой дешевый пиар, потому что мне действительно люди знакомые, которые меня знают, писали мне там соболезнования, мол, очень жаль, что… и мне приходилось с ними, к сожалению, играть в эту игру, мол, спасибо, но там все, я справлюсь. Мне неловко, правда, за эту ситуацию, если кто-то еще из тех людей, кто меня знает, досмотрел до этого момента, я приношу свои извинения, я сейчас не горжусь тем, что мне приходилось создавать пиар-повод, ищу в него и продолжать играть со знакомыми людьми, обманывать на их чувствах играть, да, говоря о том, что это на самом деле произошло. Но таким образом я как бы разыграл ситуацию, при которой… как происходит на сегодняшний день, когда любой твой файл… почему я снимаю это видео в таком формате, когда любой файл, по большому счету, может быть доступен, да, в сети. И я… чем я буду более сам открыт, тем, наверное, и лучше для меня. Я… правда, у меня очень много вот таких комплексов, о которых я говорю, которые я озвучиваю, да, и… ню… съемка одна из них была, да. И… вот благодаря этому инфоповоду я как-то просто выложил эти фотки в сеть, и мне стало легче, я думаю, ну, и ничего, мир не перевернулся, я и устроился на работу после этого, да, ничего, вот эта репутация, про которую я так сильно боялся, не сошла с катушек, и все в порядке, и вообще про это даже никто не знает, что вообще эти фотки были в сети, ну, и как бы… ну, и прекрасно, да. Так вот, а… но потом все равно ты как-то вот накручиваешь в себе эту историю, этот член, вот это все. И я, конечно, благодарен ребятам, которые начались сделать свои… господи, как это… onlyfans аккаунты. Я, честно говоря, видел только слитые фотки, я никому не… ни на кого не подписан, и вообще на этот портал onlyfans, вот так вот, чтобы просто зайти, я не заходил. Я… сделал это один раз, когда… вот я рассказывал, сделал фотосессию себе в мае в отеле, и потом дома еще одну, такую вот для себя, посмотреть на свое тело, посмотреть на себя 30-ти, там, тогда еще трехлетнего парня, что я из себя вообще представляю. Потому что я сейчас пересматриваю вот эти фотографии с десятого года, как я… как я тогда их сильно стеснялся. Сейчас я понимаю, блин, ну я же классно выглядел, и моложе меня уже больше никогда не будет, чем сегодня. Я сегодня… ну, то есть, да, у меня есть песня любимая. Мы не станем никогда моложе, чем сегодня. Мы не станем никогда моложе, чем сейчас. Вот там такой припев, блин, не помню, как группа называется. Песня называется «Юность». Юность… блин, ну я сейчас не найду, к сожалению. Название трека… название группы… У меня где-то она ВКонтакте, если кто-то есть, сыщики, ВКонтакте где-то на стенке она у меня есть, и в аудиозаписи ВКонтакте она у меня есть, если кому-то интересно, можно будет послушать. Очень классная песня, и я так согласен с этим, потому что я так подумал, блин, в общем, где-то с месяц назад я решил, что я получаю удовольствие от того, что я делаю фотки обнажённой, я получаю удовольствие от того, что я свижу себя, вижу своё тело, и я в этом ничего не вижу обычно. До сих пор, да, до сих пор в бане или в сауне я до сих пор вот так вот через долю секунды меняю трусики и стесняюсь показывать себя. Но, в частности, вот это видео было про то, что я сейчас сегодня, сегодня я вернулся со своей первой в жизни настоящей ню фотосессии. И я расскажу, как это было, потому что для меня, ну, вот с сегодняшнего дня уже никогда не будет как раньше, потому что всё это, то, что делал я раньше, это была такая длинная предыстория, это всё было очень неосознанно, да. А вот эта история, она была сделана… В общем, мне предложил один фотограф сделать ню фотосессию. И тоже не было, не было ещё никакой даже идеи, когда я ехал. Я просто видел вкус этого человека, видел портфолио этого человека. И, ну, я в том числе и рассчитывал на себя. Это произошло достаточно стремительно где-то там. Мы списались, и дня через два, через три, как раз таки вот сегодня у нас суббота, вот суббота на воскресенье, я приехал в этот дом, в Дефис-студию за городом. И я ехал, да, мы ехали, то есть договаривались на конкретную, то есть конкретная тема была сделать ню фотосессию, при том, что это фотограф мужчина. И для меня, конечно, он очень, очень… Я не буду сейчас давать оценки, но, в общем, у человека большое количество регалий, у международных наград, в общем, и нет необходимости себя зарекомендовывать, да. И я видел работы, мне они показались близки, и я решил, что я хочу на этот опыт пойти и попробовать сделать что-то для себя, ну вот… Вот не как с Юлей мы делали эту фотосессию, где я так незаметненько раздевался, незаметненько раздевался, чтобы никто не понял, а я разделся или нет. А что, ой, ой, случайно. Я пришел, чтобы я пришел, снял эти трусы и позировал. Позировал перед друг… Вот я боялся в сауне снимать трусики перед другими дядями, потому что боялся, что у меня маленькая киписька. Вот и сейчас я вот приду и буду… Я сниму эти трусы, может, у этого фотографа там двухметровый хуй, я не знаю, да. И я буду со своей… со своего размера писькой позировать, и мне будет абсолютно до пизды, там, что он про это сейчас подумает. Ну, то есть, возникла ли у него мысль о том, что… О, да, чувак, жалко, жалко, конечно, на арте тяжело живется. Или он скажет… или он подумает… Классное тело, очень круто. Фотограф, он в большей сложности как раз таки фотографировал женщин. И в портфолио я буквально совсем мало видел мужчин, и, видимо, в этом тоже был его интерес. А я, в свою очередь, очень мало работал с фотографами-мужчинами. Ну, то есть, у меня была буквально пара съемок с фотографами-мужчинами, а остальные были девушки. И более того, я всегда напрашивался. Я еще про это, наверное, когда-нибудь отдельное видео сниму. Я всегда напрашивался на съемки. Мне всегда… я никогда не мог понять. Я же думал, я же миловидный парень с актерским образованием. Почему меня никто не приглашает? У меня есть куча идей всяких творческих, креативных, интересных. Почему меня никто никогда не зовет на вот эти ТФП-съемки бесплатные или платные? Почему? Вот я смотрю, мальчик абсолютно… Ну, вот я тогда давал оценки, да, типа, мне казалось… А чем я хуже этого мальчика? Вот все время себя сравнивал там с кем-то, да. Думал, почему это не я? Но всегда я, когда напрашивался на эти фотосессии, мне всегда казалось, что я перед каком-то ужасном долгу перед этими людьми и что им вообще, наверное, это нахрен не надо. И… ну, вот это вот все, да. И, соответственно, и результат был такой же, да. Когда ты… ой… ой… что-то тут я… Включил заряжаться телефон, выключилось… тут прям… Одновременно две функции сложно поддерживать PowerBank, у которого зарядка 30 тысяч. Я, кстати, рассказывал про PowerBank, вот такую дуру себе купил. 30 тысяч, что там, ампер, не ампер… Ну, то есть я вообще купил себе максимально, чтобы, если уж понадобится, чтобы уже точно не подвел, да, в экстремальной ситуации. Он реально весит, как кирпич, ну да, реально кирпич, ему бить можно. Ну, почему, наверное, можно. В общем, да, у меня тут поблизости розетки нет, поэтому я лампочку подключаю в PowerBank. В общем, и… а тут меня пригласили. Это был один из тех случаев, когда не я напросился на фотосессию к фотографу, а когда меня фотограф пригласил, фотограф с портфолио и с регалиями, и с интересной идеей, которой у меня никогда не было. У фотографа есть, да, он специализируется непосредственно на фотках new. И, говорю, и фотографий с мужчинами крайне мало. Я подумал, блин, ну круто! Это значит и для него экспириенс определенного рода, и для меня экспириенс, потому что, я говорю, у меня вот была вот эта из серии, да, ну, то есть позировать обнаженным перед мужчиной. В общем, все это в первый раз. Ну, то есть, и все это так как-то неловко, все это как-то настолько дискомфортно, что я просто должен это сделать и раз и навсегда перебороть. Во-первых, принять то, что я хочу, люблю и мне нравится, и получается крутой результат, когда я фотографируюсь обнаженно. Что это нормально, что я при этом не стал тупее. Ну, как бы, я думаю, что те, кто смотрит мои видосы, понимают, что я не сильно, чтобы не шибко умный. Но уж от этого тупее я точно не стану. Уж что родилось, что уж получилось, что я каждый день что-то слушаю, читаю, образовываюсь, работаю как-то. Но вот пока вот, если кто-то понял, что я немножечко дебил, ну, как бы, если ты даешь мне оценки, ну, вам сори, я тебя не осуждаю за то, что ты смотришь какие-то видосы какого-то дебила. А зачем ты смотришь видосики там, где какой-то дебил какую-то херню распрягает? Зачем ты это делаешь, а? Вот, я тебя не осуждаю, я задаю тебе вопрос. В общем, и это был такой невероятный челлендж принять себя, принять свою, да, вот все то, о чем я так долго, вот весь этот видос, я же не так просто вел эту прелюдию вот к этому рассказу так долго для того, чтобы стало понятно, что сегодня я, вчера ночью, получается, да, при том, что у нас с самого начала не сложилось, ну, то есть, когда мы общались, переписывались, пока знакомились, общение было классное, прошу прощения, но как только я вошел в этот дом, я понял, что у нас это какой-то дисконект, ну, полностью, что-то вообще все пошло не так, и у меня было ощущение, что вообще никакой съемки не будет, что я сейчас уеду домой, потому что мы вообще друг друга не понимаем, не слышим, я сейчас не хочу вдаваться в подробности, потому что мне человек не давал там какое-то право озвучивать, с кем была съемка на сегодняшний день, да, я поделюсь просто своим опытом. И по итогу, когда нам получилось преодолеть немножко этот барьер, как-то мы поговорили, и разобрались, кто, что, чего, как, почему, у нас произошел такой нормальный разговор, и по итогу мы перешли все-таки к съемке, и я реально, ну, то есть, когда он предложил говорить, ну, что, готовься к съемке, я говорю, как? Он говорит, ну, раздевайся, все, и я в этот момент, я мог там долго, я уже представлял себе в голове эту историю, когда я 15 минут хожу, не знаю, как снять эти трусы, снять их, не снять, может, все-таки в трусах, а может, мы все-таки там, я стану за каким-то цветочком, или я возьму в руки книжку, и все, то есть, не как бы, я как бы типа голый, на самом деле фотограф не увидит мою письку, я все это в голове прокручивал, но я просто взял, снял эти трусы, пошел, встал на фон и стоял, и он настраивал спокойно свет, и мы вообще на это не делали, не делали никакого упора. Единственное, что, наверное, могу точно сказать, о чем я думал, я думал, что так как все равно комплекс этой маленькой письки все равно есть, присутствует, мне, конечно, хотелось бы, чтобы она была в каком-то типа полувозбужденном состоянии, чтобы в кадре быть больше все равно, даже какая бы она там ни была, все равно вот создавать вот антураж того, что она побольше, там где-то там то, все там, да, ну понятно, да. И более того, может быть от нервов, может быть, наоборот, от какого-то спокойствия, у меня ничего не было, то есть, я себе не ставил цель искусственно делать, да, вот при помощи возбуждения создавать эту видимость большего размера, и при этом я чувствовал себя спокойно, при том, что думаю, ну, окей, ну, окей. Ну, то есть, это будет предельно, предельно, предельно нейчерал, вот я такой родился, вот я такой вырос, вот я такой есть, я такой человек, и, господи, все мы, все мы голые родились, и, ну, все, я принимаю себя, вот, вот он, я, я себя принимаю, все, я, ну, так получилось, по-другому не будет, да, ну, и я хочу сказать, что я в какой-то момент, когда я уже расслабился, я уже даже сожалел, что что-то, может, действительно уже сейчас, когда я просто уже не парюсь, может, действительно уже создать эту эрекцию, чтобы уже, ну, раз я уже не волнуюсь, так, может, создать ее все-таки, там, да, а потом подумал, да, зачем мне ее создавать, если я не волнуюсь, если я, типа, отпустил эту ситуацию, то пускай все будет так, как есть, если она появится, то пускай появится, но ничего не появилось, и что тоже меня удивило, если честно, я как-то думал, что я к этому приду все-таки в процессе, и нет, мы сделали, правда, порядка там, ну, то есть, еще раз повторюсь, это, типа, это не было какой-то порнографии, это была, ну, то есть, была съемка в интерьере, мы придумали идею, да, и на превью, кстати, я показывал, ой, нет, это мы закрываем, это мы закрываем, это нет, вот, пускай это будет такое превью на наши съемки, я пока не выкладываю никаких кадров в сеть оттуда, потому что, во-первых, я их еще даже не посмотрел, я вот начал листать и понял, что если я сейчас начну листать, я начну что-нибудь обрабатывать, а я не хочу ничего обрабатывать, я хочу, чтобы обработал их автор, как он увидел, я для себя просто посмотрю их, и вот. Такая съемка в библиотеке домашней, да, было желание создать просто, что как будто бы я живу в этом доме, вот я встал, проснулся, сходил в эту библиотеку, на всякий случай сейчас проверю, идет ли запись, а то сейчас мало ли окажется, что я уже час разговариваю сам с собой. Так, нет, все, запись идет, да, и вот я тут, что я могу делать вот в этой домашней библиотеке, в этом доме, да, и я просто пытался, для меня была идея, да, быть максимально естественным, показать вот свою жизнь, как вот, как я дома, как я говорил о том, как я дома, я проснулся с утра, да, сходил на кухню, заварил себе кофе, не знаю, там, да, или чай, и сделал себе условно кашу утреннюю, да, и вот как я выгляжу, когда вот я вот здесь вот в этих предлагаемых обстоятельствах, вот эта домашняя библиотека, что я могу в ней делать и почему я там буду. Еще там было достаточно смешно, там был кот, который нереально, я как бы не из тех людей, которые там говорят, вот умные там коты, вот они специально, ну, то есть есть какие-то вещи, которые действительно смотришь, если это совпадение, то очень забавно, то есть этот кот, он как-то так постепенно входил в кадр, он так вошел в него, то есть на самое видное место, причем он сел, то есть он так прям перекрыл меня, то есть он видел, где я, где происходят все действия, он пришел туда, значит, мы сделали несколько фоток, пока он вошел в кадр, и он понял, что как будто бы, может быть, это я себе так придумал, что он там что-то там увидел, что и захотел оказаться в этом кадре, может быть, он не хотел, он просто посидел, пришел, посидел, посмотрел что-то и ушел, как коты это обычно делают, там просто постояли, походили и ушли в другое место, но в контексте съемки это выглядело реально, как будто он тоже хотел урвать там себе минуту своего внимания, и вот это все, да, не знаю, мы сделали там до хрена снимков, сколько вот их получилось, ой, сейчас будут превьюшки, не буду их вам показывать, ну, много фоток, понятное дело, что из них может быть две-три, может быть, каких-то получится интересных, которые действительно будут какими-то, чем-то большим, чем просто ню, да, чем какой-то расскажут какую-то историю, расскажут какое-то погружение в какую-то ситуацию, вот. Придумали мы эту историю на ходу, она не совпадала ни с тем, с чем пришел я, ни у фотографа не было какой-то конкретной мысли, но когда мы поговорили в итоге, мы сделали эту съемку, вот. И я не знаю, я вот рассказывал про это, я снимал несколько достаточно откровенных видео двух последних, там про свои чувства, там, да, настоящий момент, про какие-то тяжелые моменты, которые у меня происходили, и я рассказывал, что я на следующий день просыпался с чувством легкости, с одной стороны, я понимаю, что мне, может быть, типа, безумно стыдно за то, что я признался в своей слабости, но я на следующий день проснулся в какой-то такой нереальной легкости, вот, и после этой фотосессии было так же. У меня не было мысли про то, что, ой, а вдруг куда-то сольются, вдруг, вдруг этот фотограф, там, он сошел с ума, и он сейчас начнет высылать всему интернету необработанные мои фотографии, вот, с самыми неудачными ракурсами, сейчас все или у него там украдут эти фотографии, ну, то есть я проснулся без, без этой тревоги, во-первых, мне было до пизды, ну, утекут эти фотографии, ну, и что, моя жизнь, что, что произойдет с моей жизнью, если кто-то увидит мои неудачные фотографии, я такой же человек, как и любой другой на свете, я не, я, я не могу, я не могу отвечать за то, что от меня не зависит, от меня зависит только то, что я могу сделать здесь и сейчас, да, я не могу запланировать свою жизнь, то есть мне вообще тогда лучше не выходить, условно, из этого дома, да, если я боюсь сделать что-то не так, хотя и, находясь дома, можно, там, да, сделать много чего, типа, условно, не так, а можно сделать, наоборот, вот так, и пока ты не сделаешь это, ты никогда не узнаешь, как это будет. В общем, история получилась достаточно длинная, я уж не знаю, вот как раз-таки снимая этот формат Screen Life, я увидел, что я сейчас, когда ты не снимаешь с телефона, да, ты не видишь, сколько времени прошло и мне, конечно, в этом плане намного легче, я не чувствую какого-то сжимания себя в каких-то рамках, несмотря на то, что у меня мои старые видосы достаточно длинные, да, я сейчас, я испытываю какое-то невероятное удовольствие от того, что не испытываю необходимости думать о том, долго я говорил или нет, у тебя всегда есть возможность нажать этот крестик, но если ты знаешь, что ты сейчас услышишь то, что кто-то тебе не расскажет, никто другой, ну, потому что я не знаю ни одного другого человека, который бы мог вот рассказать тебе сейчас вот то, что я рассказываю я. У меня в каком-то смысле это такая селф-терапия, да, я записал на эту тему видео про, как я начал заниматься с психотерапевтом, я это видео выложу попозже, и там нужно будет доснять еще вторую часть, и я сейчас понимаю, что вот эти видео – это моя терапия без психолога, я потом слушаю эти видосы, когда там прописываю тайм-коды, да, я слушаю себя, понимаю, о чем я говорю, понимаю, что мне надо исправить в будущем, что мне не нравится, что мне не нравится, да, это, ну, то есть, если раньше я боялся вот записывать эти видосы, потому что понимал, что будет то, что мне будет точно не нравится, то сейчас я это делаю умышленно, я, как, 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 где я еще получу этот опыт узнать, что мне в себе не нравится, да, как я уже в самом начале говорил, я могу посмотреть на себя, и только смотря на себя вот так вот, я могу понять, кто я, кем я являюсь, не кем я хочу быть, да, я знаю, кем я хочу быть, а вот кем я являюсь сейчас, да, вот это как с Яндекс, с музыкой, да, я могу делать из себя не в рот ебенного пуританца за, за, за любые там, вот, вебкам-модели, они еще вот пройдет 20 лет, они будут сожалеть об этом, да, блядь, это их жизнь, что хотят, пускай и делают, хотят, сожалеют, не хотят, не хотят, каждый человек сам принимает выборы, нахуя мне думать за них, вот зачем, я могу только для себя решить, буду я сожалеть об этом, и как только я понимаю, что я сожалеть не буду, я себе так сделал первую татуировку, вот эту вот, да, я не делал, у меня мысль сделать ее была, ну, немножко другую, я хотел себе просто набить букву «Р», в другом немножко воплощении, хотел до этого года три как набить, и я понимал, что я не могу за эту татуировку отвечать, что если какое-нибудь быдло подойдет ко мне, спросит за татуировку, начнет со мной пиздиться, то я не смогу ему ответить, и не готов драться, не готов убегать, не хочу слушать какие-то оскорбительные слова, я в такой вот, вырос в таком социуме, где за все, за все поступки нужно отвечать, ну, вот, это, это, я вырос, когда за джинсы широкие нужно отвечать, я, например, был в моде в каком-нибудь 2000 году, я не помню, в 99-м, широкие, все рэперы носили широкие джинсы, и все кислотники их мочили, с этим пиздились, я не знаю, знаешь, что нет, реально пиздили за то, что люди слушали другую музыку, охуеть, да? А еще более смешно то, что по одежде можно было вычислять, ну, потому что рэперы носили широкие джинсы такие смешные, и по этим широким джинсам можно было выяснять, кто рэпер и пиздит того. И вот я вырос, у меня, например, был друг, который не слушал рэп, но у него были широкие джинсы, потому что они были безумно модные, помимо всего прочего, я как-то у него взял их поносить, и мне приходилось там периодически защищать свои интересы. Вот то же самое с татушкой, я понимал, что если ко мне кто-нибудь доебется, то я не готов за нее отвечать, поэтому прошло три года, пока я сделал себе татуировку. Вот то же самое с фотосессией ню, да, вот я с первой, когда я это смотрел, в 2006 году у меня были первые попытки, потуги сделать себе какую-то ню съемку, и прошло вот с 2006 прошло 15 лет, я уже считал, да, до 2022, даже с 16 почти, там, в зависимости от месяца, потому что 15,5 лет понадобилось, чтобы прийти, сука, и снять эти просто трусы за одну секунду, встать и сделать эти фотки. 15, блядь, лет нужно, понадобилось мне для того, чтобы принять в себе то, что я хочу сделать эти фотки, что я хочу, что мне это нравится. 15, блядь, лет, 15 лет, блядь, я сейчас говорю это, я в шоке, блядь, на что я потратил 15 лет принятия себя. Поэтому я очень благодарен, кто-то будет осуждать, вот, чуваков с OnlyFans, там, с выпком, я им очень благодарен, что это произошло, я не говорю, что это классно, что это плохо, я никого не осуждаю, не буду давать никому никаких оценок. Я хочу сказать, что в моей частной жизни это могло произойти на 15 лет раньше, потому что любой, я уже говорил об этом там раньше, что если ты в себе это носишь, то рано или поздно, блядь, оно, 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 оно к тебе придет. Если ты хочешь чего-то, но ты всю жизнь себе это запрещаешь, то, блядь, рано или поздно ты к этому придешь, и ты это сделаешь поздно, и потом будешь сожалеть о том, что ты этого не сделал раньше. Я надеюсь, что я не буду сожалеть о том, что я этого не сделал раньше, но мне правда тяжело осознавать, какой долгий 15-летний путь мне пришлось пройти для того, чтобы просто прийти и сделать то, что я хотел всегда, но не мог, не знал, как реагировать, не знал, что с этим делать, как, как себя вести, как, как быть, как потом отвечать, если тебе скажут, о, блядь, эскортник или там, о, проститут. Я же думал, что мне кто-то может это сказать, и я, я бы думал, ну, блядь, ну, действительно, ну, как, кто, кто еще будет выкладывать все такие фотки, потому что я сам так думал, потому что я сам так думал, и, конечно, у меня не было ответа, почему я этого хочу, если это стыдно, если это неприятно, почему. Ну, в общем, я сейчас возвращаюсь на второй круг, но основная суть в том, что мне понадобилось, блядь, 15 лет, чтобы принять то, что я просто, сука, хочу фотографироваться обнажен. В общем, твое право это смотреть или не смотреть, ну, сука, осуждать меня за это, у тебя нет такого права, поэтому ты всегда, если тебе не нравится то, что я об этом рассказываю, у тебя всегда есть возможность нажать крестик, да, если тебе нравится, ты можешь подписаться на мой канал, поделиться этим видео и поставить лайк, да, написать что-то, написать что-то в комментарии на эту историю, потому что для меня было очень важно этим поделиться, это очень серьезная, очень, очень важная тема и сегодня я ее преодолел. Не знаю, будут фотки, не будут, но я себе в свой инстаграмчик выложил фотки из ванной в этой студии. Сейчас я открою свой профайл. Вот это я, вот я себе сделал такую фотку, когда, это вот я сделал в этом доме, когда я принял свое тело, когда я принял свое желание, когда я понял, что я готов нести за это ответственность, вот. Понятное дело, что это не тот Сергей, который своей музыкой и своим имиджем и своим позиционированием хотел нести, хотел угодить всем, да, хотел быть и матерям, и отцам, и всем кому угодно, я сейчас покажу того Сергея, про которого я говорю, вот этот Сергей, сейчас мы его найдем, вот он, давайте посмотрим на него вместе, да. Действительно, очень много об этом пишут в интернете, я, мне нравится группа Серебро с момента основания коллектива, тоже с Евровидения, и так получилось, что я стал частым гостем на их минских концертах, а последний тур, вот, когда у них был по Беларуси, я ездил. Сейчас, давайте в начало, я думаю, там будет показательнее, да. Доброе утро. Спасибо, очень приятно. На самом деле, я просто делаю то, что очень давно хотел делать, я мечтал о карьере музыкального исполнителя с самого детства, работал над этим, и сейчас, вот, когда я все-таки смог уделить этому времени столько, сколько необходимо, я так прямо ворвался в музыку, и, наверное, поэтому как-то все начало само собой складываться. Если бы ты сказал, времени уделила, я хочу сказать, и средств тоже, потому что… Ну, вот, смотри, здесь, это четырнадцатый год, восемь лет назад. Мне на секундочку, здесь двадцать шесть лет. Я правильно пусть умею считать? Восемь лет назад, мне сейчас три-четыре. Двадцать восемь. Нет, двадцать шесть. Двадцать шесть лет. Двадцать шесть лет мне. Я здесь выгляжу, как будто мне четырнадцать, да, восемнадцать. Ну, я сейчас себе не набиваю цену, я просто говорю про то, что здесь не я, здесь не я. И я, вот, как я сейчас разговариваю, все то, что я говорил сейчас, думал, возможно… Ну, думал я сто процентов тогда по-другому, но я был другим человеком, в смысле с другими мыслями, но все эти желания, вот этих всех ню фотографий, да, все это было во мне уже тогда. Я здесь очень хочу быть хорошим мальчиком, который хочет, знает, что для того, чтобы получать рекламные контракты, нужно быть… и нельзя говорить, что ты гей, и нельзя говорить, что ты хочешь, что ты любишь смотреть на свое тело, потому что это будет уже не для детей, что родители своих детей уберут от экранов. Короче, я очень хочу здесь быть правильным, хочу говорить только правильные вещи, я не хочу на какие-то вопросы, которые звучат, у меня есть другие совсем ответы, но я говорю не так, как я думаю, а так, как я считаю, что было бы правильно ответить. И, хотя здесь достаточно такое оно, непонятное дело, не Ксения Собчак стайл, да, а просто такое доброжелательное интервью, знакомство с молодым артистом на белорусском телевидении, хоть и на самом крутом канале, ну какое телевидение, какое сейчас… Ну сейчас уже все это не имеет тех ставок, как было когда-то, да, но этот человек, он… у него хитрые глазки, но он очень хочет быть мальчиком хорошим, очень хочет быть хорошим мальчиком, потому что он не готов… он не готов, он не готов говорить то, что думает, он не готов… он пока хочет просто быть хорошим мальчиком, он просто знает, что контракты будут только если ты будешь поддерживать семейные ценности, если ты будешь одеваться как-то демократично, как принято у артистов мужского пола, и вот это вот все. Меня там… там много меня, но это все в рамках, Сергей, в рамках, в рамках, в рамках, вот этих рамках, которые причем я сам себе построил. Вот. Будучи мое собственное желание, я бы на эту передачу никогда в жизни не пошел. Но я подумал, что у меня нет выхода, мне нужно идти, у меня больше эфиров, никаких предложений нет, есть такое. Хотя мне честно скажу, что я понимал, что я приду сюда и начну историю про не себя, и вот… и кстати говоря, заканчивая это видео, хочу сказать вот про эту историю про не себя. Вот как я здесь пришел, я мог выбрать сюда не приходить, но я выбрал прийти и играть. Это был мой путь. На прошлой неделе у меня было одно классное свидание. Свидание было связано с… Почему классное, я говорю, потому что все было очень супер, меня пригласили. Меня… не я, как обычно проявил инициативу, не я вызвонил, не я, а меня пригласили, и это была очень приятная встреча. Мы сходили в кино, мы потом сидели, несколько часов общались. Это был очень откровенный разговор. Но в рамках этого откровенного разговора я понял, что мы друг другу… Ну, то есть я сейчас могу запустить свой круг очередной. У меня есть такая история, я когда-нибудь про это запишу в видео, что я все время повторяю одну и ту же ошибку. Я нахожу человека… Вот у меня, кстати, машет. Нахожу человека, который… Что, помахать-то тоже, нет? Если я помашу сейчас, то… Мне же потом всегда будут смотреть мои эти окна, и потом всегда будут… Я должен буду всегда поддерживать этот диалог и думать о том, в трусах я хожу сейчас или нет. А я не хочу этого делать, и поэтому я сейчас, наверное, сделаю вид, что я типа не понимаю, что на меня смотрят. Вот. Так я себе это объясняю. Как я смогу ходить в трусах и думать, что на меня никто… Без трусов и думать, что на меня никто не смотрит. А может быть, я все-таки с ней поздороваюсь, но потом… Ладно. Короче, хотел сказать про то, что… Был на этом свидании, и каждый раз захожу на новый круг, когда понимаешь, что… Вот то, что тебе не понравилось сейчас, это станет камнем преткновения в ваших отношениях. И из-за этого вы и разойдетесь. И у меня был выход, у меня была возможность вступить в эти отношения. Я прям понимал, что если я сейчас сделаю это, 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 мы сейчас будем в отношениях. Но я сделал нетипичные поступки для человека, с которым я встретился, и… Но сделал то, что для меня актуально сейчас, чтобы вот не приходить на этот эфир БТ, который для меня был тогда не актуален, но я пришел, да, потому что так надо, потому что другой возможности нет. Я сделал то, что я хотел… Точнее, то, что я не хотел. И сейчас я решил сделать так, как я хочу. И это не просто так, это тема сегодняшней фотосессии. Я… Когда я… Если бы я вступил в эти отношения, то вот этой фотосессии, вот этой ночью в загородном доме, там, где я смог проснуться новым человеком, ее бы не было бы никогда. Я бы опять ушел на свой круг отрицания, drug непринятия себя, и в отношениях я бы уже не смог себе позволить фотосессию. Это уже другая тема, почему бы я не смог себе ее позволить, ну, не смог бы, я знаю себя, если бы я был в отношениях, я бы не смог себе позволить фотосессию. Вот для меня вот какая-то такая история. Поэтому каждый выбор новый, который ты делаешь, вот стоят на меня смотрят. Там уже подошла вторая девочка, сейчас они вдвоём на меня смотрят. Ох, ну я переезжаю скоро. В общем, только будучи собой, только делая то, что ты хочешь делать, ты можешь прийти к счастью принятию себя, к счастливому принятию себя. Это так просто, но это так сложно. Мне очень жаль, что мне пришлось отказаться от этих отношений, но я очень счастлив, что сейчас я могу выйти на совсем другой уровень этих отношений, других отношений и встретить других людей, встретить другого человека в итоге одного и построить что-то там, где я буду знать, что я не заступаю на какой-то новый круг. Но для этого нужна смелость. Мне на эту смелость понадобилось, на вот эту смелость мне понадобилось 15 лет. На вот на эту съёмку, на это видео, на этот рассказ понадобилось 15 лет. Так что на этой классной истории я сейчас закрою этот видос. Фотки где-нибудь потом можно будет ловить, искать в сети, пока не знаю, где вы их сможете посмотреть. Превью одно показал, да? Будут ещё фотки. А сейчас я открываю инструкцию, чтобы не забыть, как выключать, чтобы... Здесь как-то я не вижу вот это написано, чтобы остановить запись, нужно нажать кнопку стоп, но вы видите эту кнопку, я нет. Ты видишь, я не вижу. Поэтому я сейчас зайду на... А нет, я вспомнил, по-моему, нужно нажать Ctrl-Shift-Escape, по-моему, так. И вот так вот мы завершим это видео. Спасибо тебе, что мы были за это время вместе. А вот, я нашёл, у меня на... Тебе не видно, у меня эта кнопка стоп, она на клавиатуре. Спасибо тебе, что мы были вместе это время. Я был очень рад и надеюсь, тебе было интересно. Пиши, сообщай, как что.